Народная славянская радио 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 Скажем более понятны и привычны Это люди как раз стремятся в горы Почему? Потому что там Вот этот элемент взаимодействия В одной точке нескольких небес Он значительно увеличивается Но тут нет Никакого противоречия То есть получается что Поднимаясь в гору ты проходишь Все эти небеса грубо говоря И пересекаешь миры? Ну не так Не совсем так скажем так Потому что условно Вот это как плотность атмосферы Потому что уже после Где-то полутора тысяч Метров мы уже оказываемся Совсем над уровнем моря В другой ситуации Уже как бы достаточно разреженная атмосфера Становится Еще не так Что тяжело дышать На двух с половиной Трех с половиной тысячах метров Но уже восприятие мира Меняется Почему? Потому что Другие потоки Энергетические Другие информационные потоки И соответственно Человек Начинает воспринимать Вот эти вещи Уже в другом ключе Поэтому тут нет Как бы Такой возможности Что Просто я говорю Вот нижнее небо Оно вот так Потому что Не как Удалось Как вот С Кем-то из Хорошо видящих людей Взаимодействовать Одно время И У них Как Иногда есть дар такой Помогать Людям Ну немножко Раскрывать Своё тонкое зрение Почему Вот Как бы Первые Там первые Часть второго Слоя Я видел Ну вот Реально В физическом Зрении Поэтому Вопрос Такой Как они Перемешиваются В каком ключе Однозначно Я наверное Не скажу Потому что Это вопрос Ощущений Но В данном случае Если я их проверяю На себе Так как Слава богам В общем-то На пути стою Уже не один Год И не один Наверное Десяток лет Что я Соприкасался С разными Элементами Взаимодействия С разными Элементами Кружающего мира Чтобы понять Как они Примерно Воздействуют На нас И поэтому Да В горах Провел тоже Немало времени Как раз Пытаясь Воспринять Вот эти вещи Там Как бы Вот этот Информационный хаос Как вот здесь У нас В плотном мире На уровне Первых небес Естественно Он Уходит Большей частью И остается Там Малые-малые Потоки На которые Долго Приходится Настраиваться И в конце концов Удается То или иное Воспринять Если Ищешь Что-то Ты знаешь Мне кажется Здесь немножко На мой взгляд Немножко можно Откорректировать Как я это вижу Чтобы Свою Лепту В пояснение Вне с ним Вот смотри Если мы Имеем ввиду Нашу руку Да Смотрим на нашу руку То знаем Что помимо физического Есть еще энергетическая Оболочка Есть еще Другие Там поля Тела И так далее Ну вот Да Смотрим например На наши пальцы Вот и когда пальцы Растопырены Раздвинуты То вокруг Каждого пальца Все равно Есть какая-то Своя Оболочка Дополнительная Кроме тела Это говорит о том Что с одной стороны Вроде бы Как бы я По пальцу Вверх Вниз Не вел Я все равно Вот рядом С этим пальцем Буду эту энергетическую Оболочку ощущать Но с другой стороны Например С вершины Одного пальца Мизинца Например Я Чуть-чуть Вправо Раздвигаюсь Выхожу За рамки Этой своей Энергетической Оболочки И попадаю В другое пространство Пока перемещаю К другому пальцу Опять не сталкиваюсь С его оболочкой И опять не отрагиваюсь До пальца Вот если мы представим Что пальцы Это горы То мы поймем Что вот это вот Первые небеса Первый уровень небес Он так или иначе Все равно окутывает Но Например С вершины горы Ты Когда смотришь В горизонтали вперед Ты как бы Своим взглядом Своими мыслями Пронзаешь все Небеса Которые Ну доступные Небеса на этом уровне Опустился чуть-чуть ниже Ты уже пронзаешь В горизонтали Несколько меньше Количества небес Опустившись уже к земле Ты находишься По горизонтали В одном своем Вот этом Первых небесах И так далее То есть Скорее всего Перемешки явной Там вот такой нет Но они очень близки И Для того чтобы Например тебе Будучи на земле Каким-то образом Мысленно Или взглядом Попасть на другие небеса Ты должен голову Задирать вверх Чтобы смотреть А здесь ты находишься На горах Никуда голову не задираешь Смотришь прямо перед собой И взглядом Пронзаешь Несколько небес Вот может быть Так это все происходит Ну По-моему Я говорил вроде Не в противоречии Да Я говорю просто Как дополнение Своей стороны Чтобы вот Еще картиночку Так с другой стороны Показать Как я ее вижу Вот И соответственно Да Сейчас просто чуть-чуть Попытаюсь уточнить Почему Но в данном случае Я не Как сказать Не говорю Что там обязательно Надо принять на веру Но определенная логика Изложения Она естественно Присутствует И я просто предлагаю Задуматься Как бы Как мы взаимодействуем С той Нави Светлой И Просто Нави Которая нас окружает Которую мы можем Называть Как небеса И как нам с ними Более правильно Взаимодействовать Поэтому Первые небеса Это тот мир Который окружает нас Это мир явный Достаточно Невысокий Вторые Небеса Это Собственно говоря Место пребывания Духов Которые Взаимодействуют С живой Ну Условно Вот Это еще Не Не те Небеса Которые Там Взаимодействуют С животным миром По большому счету Почему Потому что Эти Взаимодействия Они проще Они более легкие И вот Словно на уровне Опять же Земли Солнца и воды Вот эти Элементалии Проявляются Собственно говоря К этому же Мы могли бы Отвести там И домовых Потому что С одной стороны Мы вроде бы Их не видим Но Не знаю По крайней мере Я неоднократно Сталкивался С ними Свой домашний Домовой Только вот Последние годы Более-менее Успокоился Раньше Вел себя Достаточно Буйно Сейчас уже Видно Ушел На пенсию Поэтому Притерлись Вы с ним Притерлись Ну как договор Потому что Как-то раз Пришлось мне быть В Воронежской Губернии В одном доме А там До того Жила Тетушка Которая Скажем так Занималась С не совсем Добрым Колдунством Вот Так и там После нее Там реально Меня выгоняли Не понравилось Это было Хотя вот Ты слово Колдунство Произнес А ведь Ну давай так Разберемся Колдун Тот который Кола Дуны Да Кола Дуни Находится Колдун О Кола Дуни А Дуни все-таки Там никаких грязных дел Невозможно делать Дуни это все-таки Чистое такое место Понимаешь Мы сейчас поясним Просто нашим радиослушателям Потому что Когда вы слышите Например Черный колдун Сделал там Черная колдун Я плюнется там У глаз И это говорит Черных колдунов Не бывает Потому что Колдун Это всегда Ведущий человек Ведущий человек Никогда грязи Делать не будет Потому что Всегда понимает Что ему воздастся За добро Воздастся добром А за зло Воздастся злом Поэтому когда Кто-то говорит Что ведьма Или колдун Там что-то порчу Навели Не верьте Это глупость Это присказки В общем Глумятся над нашей древностью Чернушницы Занимаются этим А вот Ведуны Не занимаются Вот это слово Видимо Более правильно Было употребить Тут я с тобой Согласен Я почему Покатал Покатал в голове Но что-то Не выстроилось Думаю Ну ладно Под шумок Но мимо тебя Не проедешь Ты сразу Обратил внимание Хорошо Ну и вот Собственно говоря Я с ними сталкивался По большому счету Делал определенные Там действия Для того Чтобы попытаться Нейтрализовать Их воздействие И как бы Отчасти получалось Ну вот Проходит неделя То ли Но она еще оставалась Просто жила в той деревне Я думаю Что может быть Она какой-то элемент Добавляла Ко всему этому Вот Перейдем потихоньку К третьим небесам Потому что Эти мы можем С одной стороны Описывать Но это будет Именно описательное Почему Потому что Вот Бабушка у меня Знахарством занималась Вот она с травками С букашками Со всеми Там с лесом Она настолько Четко взаимодействовала И знала там В какое время Когда Какая луна Какие травы собирать Как это Знала Куда их положить Понимала Там Есть сегодня Возможность Получать или нет Это собственно говоря Вот эти вторые небеса В этом плане Как информационная Составляющая Нашего Всемиря Она Наверное Более интересна Этим людям Которые Имеют Во-первых Дар изначальный Какой-то И во-вторых Умеют договариваться С окружающей природой Доступной И Переходим Потихоньку К третьим Небесам А третьи Небеса Это Как раз Все Мысли Сферы Которые Соединяются Которые Порождаются Людьми Которые Включают Себе В то же время Религиозные Все построения Вот все По большому счету Религии Как таковые Они Находятся На уровне Третьих Небес Когда они Имеют Хотя бы Какое-то Количество Сторонников Последователей Ведут Какие-то Свои Ритуальные Действия Вот это Собственно Игра Их Планида По большому счету И Проблема Всех Людей Которые Не Не имеют Достаточного Количества Личной силы Чтобы проходить Через эту зону Они в основном Застревают Там Я Почему Называю Третьи Небеса В большей степени Это серая зона Почему Потому что Там Вот Слово Эгрегор Да Там переводят По-разному Кто говорит Просто агрегат Или как-то еще Собственно говоря Эта зона В большей степени Контролируем Моя Ну или не контролируем Насыщенная Всевозможными Эгрегором И Когда люди Там Начинают Какими-то Заниматься Практиками Практиками Духовными Я бы их Не назвал Практиками Ну Обретение силы Там Попытками Взаимодействовать С миром Не проявленным В той или иной Степени В подавляющей Большинстве Случаев Ну как И большинство Эзотерических Групп Они оказываются Именно там А так как Эта область Она созидается Всеми людьми Всех Условно Вероисповеданий Всех Всех Раз Всех Мест Пребывания Они туда Наполняют Ее Теми или иными Своими мыслеформами Теми или иными Образами И соответственно Человек попадает туда И даже Группы людей Они получают Просто Огромный фейерверк Всевозможных Проявлений И соответственно Что бы они Условно Не пожелали То они там Примерно Могут и увидеть Но Как таковым Это как правило Не является Потому что В чем вопрос Что есть Более высокие небеса Я сейчас объясню В чем Разница Условно Между третьими И четвертыми Небесами И почему Для нас Очень важно Ну опять же Вот эти Цифры Они не В данном случае Условны Потому что Одно Одни небеса Переходят Другие Без каких бы то ни было Так вот Очень четких Гранит Потому что Смешиваются И Работает То что мы говорили Человек идущий в горы Может перемешать На себе Вот это восприятие Сразу Несколько Небес Вот собственно говоря Что такое Из себя Представляют Третьи небеса И каким образом Обычный человек Может с ними Взаимодействовать По большому счету Любое взаимодействие С этими небесами Без Должной Подготовки Без Определенного Уровня Внутренней силы Без Того Наставника Какого-то Духовного Продняка Который уже Сам Умудрился В той или иной Степени Пройти через них Подавляющее Большинство Ищущих Застревают Именно там Почему Вот это Порождение Огромное количество Морока У людей В головах Это как раз Попытки Взаимодействия Вот с этой серой зоной Почему она серая Почему Потому что Солнце Или свет Вышний Горний Еще не Пробивает Полностью Их И не Выжигает Почему-то Они достаточно Тонкие И подпитываются Они Именно Нами Жителями Первых Небес Или рода Земного Мы подпитываем А за счет Этого Они существуют Это то Что Касается Как мы Переходим Первое Второе Третье Небеса По большому счету Четвертые Небеса Это по сути Только первый Божественный План Это то Как бы Тоже В той или иной Степени Мы могли бы Это отнести К праве Потому что Это тот план Который Управляет Отчасти Как бы Нижние слои Управляет Уже Тотемами Животных Родов И В определенной Степени Уже Управляют Живой Родов Земных Родов Человеческих Вот Почему Потому что Если в третьих Небесах Еще достаточно Много Хаотических Построений Да Которые Как раз Обусловлены Не Даже не самим Качеством Небес А просто потому что Огромное количество Мыслеформ В той или иной Степени Восходящих Туда От людей Они вот это Хаотическое Построение Создают Почему Даже Эгрегоры Религиозных Объединений Не имеют В себе Достаточно Четкой структуры Почему Потому что Те люди Которые Ну являются Приверженцами Не имеют В большинстве Своем Четкого понимания То чего Они хотят Почему Говорят Обращайтесь Туда Обращайтесь Так Или обращайтесь По другому Но люди делают Так как Условно Хочется им Так вот Третье и четвертое Небеса Смысл такой Что По сути Кон прави Который Существляет Движение Живы И сил Во всем мире И Касаемо Нас Потому что Мы живы Пока Собственно говоря Живо В нашем теле Присутствуют И Свет Нас Направляет По земле Вот Первый Кон прави Подразумевается Что Здесь Есть Безусловный Принцип Который Определяет Как Движется Сила И этот Принцип Он Не выдуман Ни нами Он не выдуман Ни Какой-то Религиозной Той или иной Конфессии Он Определен Родом Прародителем Потому что Мы Как Его Продолжение Как Одно Многочисленные Силы Потому что Каждый из нас Одновременно Является Эликами Силы Которые Здесь Пребывают И внесет В себе Достаточно Большую Уровень Как Ипостаси Прародителя Потому что Он есть Начало Но всю Полноту В той Или Иной Степени Которую Мы Можем Вместить Она Нам Доступна Вот И поэтому Четвертые Небеса Это первый Уровень Прави По большому Счету С которой Мы Можем Взаимодействовать Но Основная Проблема Почему я Горел Что все Григориальные Уровни Они Так Так Созданы Без Участия Без Как бы Точки Приложения Вот этого Первого Принципа Который Исходит Из Более Высоких Небес А Напитаны И Созидаемы В основном Людьми Потому что Мы В предыдущих Беседах Я не раз Обращал Наверное Это внимание Если нет Алексей Ты меня Поправишь Потому что Очень много Бесед Проходит В том Ключе Что каждый Из нас Является Носителем Изначального Света Который Ас Есть Созидающее Начало Во всемире Мы В этом плане Маленькие Каждый По мере Своей Боги Созидатели Всемири В данном Случае Мы Имеем Вот эту Живую Животворящую В себе Свет Изначальный Который Позволяет Нам Трансформировать Всемири И по большому Счету Оживлять Какие-то Пространства И в этом Плане Третьи Небеса За счет Нас Живут И оживают Почему говорят Что Грегоры В основном Паразитарного Ворота Почему Потому что Если мы Несознательны Если мы Находимся В темном Восприятии Каком-то Мы созидаем Окружающие Пространство В том ключе Что Ну Как Наверное Ни для кого Не является Секретом Чего Хотят люди Приходящие В ту или иную Церковь И собственно Говорят Даже И на наших Обрядах Таких людей Хватает Хотя я Стараюсь Всегда Донести мысль Что Просить Чего-либо По большому Счету Особо Не надо Даже вообще Не надо Почему Потому что Мы Имеем В себе Начаток Всего И просто Вопрос Такой Со Настроится С нашими Светлыми Предками С родными Богами И через Эта Сила Сверху Вниз И снизу Вверх Она Начинает Печь Совсем В другом Качестве Совсем С другими Возможностями И То что Нам надо На самом Деле То что Является Для нас Жизненно Важным Оно Как правило С нами Происходит И Поэтому Основная Задача Нам получить Вот этот Посыл Соединение С Вышними Небесами С родными Богами Чтобы выйти На правильное Движение Своей Жизни Так вот Возвращаясь К взаимодействию Третьих И четвертых Небес Потому что Люди Созидают В большинстве Приверженцы Тех или иных Религиозных Систем Они Созидают Паразитарные Построения Которые Собственно Горя Занимаются Только одним Пытаясь Уловить Вот этот Искренний Свет Чистой Молы Или Нечистой Молы Ну собственно Горя Любой Человек Который Обращается К небесам Я говорю В большинстве Случаев Попадает Именно Туда Почему Я говорю Что Разница Между Молой Одного Человека Когда он Именно Занимается Сотворением Молы Обращаясь К небесам И Обрядом Когда Собирается Кола Радович И Есть Человек Специально Обученный Подготовленный По возможности Обладающий Тем или иным Уровнем Дара Взаимодействие То В этом Случае Когда Есть Такое Слово Обряд Запускается Сам Процесс В естественном Режиме Начинает Происходить Когда Оба ряда Ряд Земной Ряд Небесный Замыкается Слово Обряд Само По себе Изначально Несет Вот эту Смысловую Составляющую Оба ряда Ряд Земной И ряд Небесный Замыкается И Тогда Обрядовая Кола Оно Практически Безусловно Имеет Возможность Зайти до Четвертых Небес А это Очень Серьезная Возможность Для того Чтобы Как мы Говорим Пришли Сюда Вас Прославить И себя Поправить Обращаясь К богам Во время Зачина Обращаясь К предкам Нашим Славным Вот Что касается А Так Когда Человек Не понимает Вот этих Вещей У него Очень Большая Вероятность Как раз Быть Уловленным В той Ли иной Степени Третьими Небесами Одно Дело Когда Вы Да Просто Подпитали Какой-то Эгрегор Ну Словно Позитивного Ничего Для вас Не произошло Вы Потеряли Какое-то Количество Силы Но Это Для вас Не принесло Никаких Негативных Кроме Потери Сил И последствий А Если Не удалось Имеется ввиду Войти В правильное Состояние Да Точно так же Когда Как Говорят Многие Видящие По большому Счету Я точно так же Сталкивался С этим Что Когда Человек Все-таки Определенный Уровень Чистоты Проявляет Но Еще Не достаточно То бишь Он Появляется Как бы Источник Который Готов Своей силой Поделиться И вот Собственно Гляд То что Называются Лярвы Те или иные Духи Которые Не имеют Изначального Взаимодействия С небесами Они Тут как-то Подтягиваются Человеку Почему В этом плане Точно так же Я всегда Предлагаю И Предостерегаю Людей От Каких-то Занятий В индивидуальном Режиме Потому что То кресенье Тот обряд Соединения Небес и Земли Он у нас Конечно Имеет Значительно Большую силу И как Говорили древние Я всегда Во время обряда Повторяю Что нет Больше Силы На земле Чем Кола Обряда Вояродовичи Стоящие Вокруг Огня Вот То К чему Нам надо Приходить Постепенно Давай мы Прервемся На музыкальную Паузу А поскольку Мы говорили Про горы То давай Наверное Вспомним Песню Высоцкого Про скалолазку Он спросил Зачем же Вы идете В гору Вы слушаете Народный Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 25 февраля 2016 года Четверг По одному Из старинных 35 день Месяца В юг Стуж 7524 Лета Понедельник Понятие Родового Обыча Нашей Исконной Веры Такова тема Сегодняшнего эфира Главный Сведущий Сури Яра Итак Продолжаем Разбираться С небесами После песни Про горы Про скалолазание Что же у нас там дальше Какие связи Какие мысли По этому поводу А нашим радиослушателям Предлагаю продолжать Писать вопросы Вопросы я все сбрасываю Так что В наш чатик маленький Так что потом будем Их озвучивать И разбирать Ну я по-моему Уже достаточно много Наговорил Поэтому хорошо бы Ты бы немножко Как это Разгреб Чуть-чуть Может быть я Уже слишком Много наговорил Чтобы Было попонятней Какие-то вещи Ну что ж Давай разгребем У меня возникла Такое уточнение Ты прошелся Поэтому так Вскользь Так прикоснулся Чуть-чуть Я хочу немножечко Развить тему Почему же не стоит Просить человеку Тот настоящий человек Что-либо У тех Кто находится выше В славянском Миропредставлении У богов У пращеров У предков Вот ты сказал Что Ну не стоит Потому что У нас в принципе Все так заложено Так вот Здесь наверное Стоит более подробно Это рассмотреть То есть Если ты Наследник богов А не тварь Какая-либо То есть Есть тварный Есть нетварный Подход Да вот с этого начнем Если Да стоит посмотреть Да Если человек Нетварное создание Себя Причисляет И он знает Что нетварное создание То в этом случае То в этом случае Он наследник богов Если он наследник богов Значит у него Есть все необходимое Для жизни Как представителя Бога на земле Логично? Логично В этом случае Что тебе еще надо? Если же человек Является Тварным созданием И себе Относит Тварным созданием То в этом случае У твари Ничего божественного Практически Кроме как Одушевленности Быть не может Но душа Это Ну не может Наверное иметь Всего что необходимо Иметь богам Вот поэтому Тогда тварные создания Или те кто себя Почему-то причисляет К тварным созданиям Считают что у них Ничего не хватает И надо постоянно О чем-то кого-то просить А кого можно просить? Тех кто находится выше А кто находится выше? Это какое-то Существо Наделенное Знанием Бога Ну и так далее И тому подобное Со всеми вытекающими Отсюда Последствиями Так что Вот здесь надо Просто определиться К каждому из нас Кому мы себе относим Это первое А второе Ведь если человек Создан был здесь Даже если создан Даже если тварно Был создан здесь на земле То в этом случае Для жизни У него в принципе И так все есть Даже с точки зрения Разумной твари Он должен понимать Что если его создали Значит для жизни У него все хватает Достаточно просто Структурировать Вокруг себя пространство Не нарушать Тех законов Которые тебе даны свыше И жить Хоть и по-тварски Но во всем случае В ладу с природой И у тебя все будет Вот даже Если человек К себя к тварям Причисляет То извините То в этом случае Даже и так можно жить Вот давайте Перед эту тему Рассмотрим более подробно Хорошо Правильно Ты все разобрал Потому что у нас У нас в самом деле Есть такое понятие И практически У родноверов И у инглингов Практически Нет особых Расхождений В том ключе Что да Есть мир тварный Соответственно И те двуногие люди Какая-то часть Какая-то часть Из них Может быть Достаточно большая Мы не будем В это Излишне углубляться Она имеет Себе тварную основу А какая-то Имеет Себе порожденную основу Чем они отличаются Чем они отличаются Отличаются они В этом ключе Наверное Все-таки В первую очередь Той или иной Возможностью Взаимодействия С Высшими пределами Скажем так Потому что Как ты вот сказал Если человек Да Себя С одной стороны Относит К тварным Составляющим И подразумевает Что есть Некое Большая сила Которая полностью Определяет Его жизненный ход Это Тут по большому счету Мы к чему приходим Что люди сами В той или иной степени Способны себя Определить Ну не В том даже В плане Что способны А сделать тот или иной Выбор Определить себя Как тварной Составляющей И жизнь Которого Определяется Собственно говоря Кем-то Свыше А Его возможности В этом мире Они практически Сведены к нулю Как в общем-то Большая часть Основных конфессий И проявляет Человек Потому что Есть Некое Божество Находящееся На какой-то там Безумно высокой Ступени По отношению К тому Кто был Сотворен И пребывает В тварном Состоянии И соответственно Все Все что Делает Это существо Оно является Безусловной Как Безусловной Схемой Существования Через которую Сотворенный Никаким образом Перейти не может Вот Наш Обычай Обычай Тех которые Стремятся Быть И в общем-то Самим себе Доказать И донести Что они Являются Именно продолжением Рода небесного Прародителя Как вот там Сама по себе У нас есть Часто упоминаемая Фраза Там Дети божьи Сворожичи Внуки даже Божьи Ну они Достаточно часто Употребляются И разница Между тем Кто выбирает Тварный Ход И тем Кто выбирает Путь Божьича Он Категорически Отличается Ну радикально Почему Потому что Этот принимает Все внешнее Как Проявление Некой силы Безусловной Это тот Кто относится К тварной Составляющей А Радович Тот Кто Начало свое Ведет От рода Единого Включая Род Земной И небесный Он подразумевает Что он Один Из тех Кто Является Созидателем Всемирия По Мере Своей Естественно Это надо Тоже Отдавать Себе Определенный Отчет Чтобы Не Пасть В Крайнюю Противоположность Что я Там Есть Тот Кто Созидает Всемирие Нет Всемирие Созидает Род Но Каждый Из нас Является Одновременно Частицы Рода Одновременно Тем Кто Несет Себе Созидающее Качество Рода И поэтому Чем Ты Чище Чем Ты Сильнее Чем Ты Сильнее Не Физическом Плане А в Плане Чистоты Своего Духа Тем Большая Возможность Свету Через Тебя Проявиться Созидающая Сила Через Тебя Течет Все Больше Почему Те люди Которых Мы Не Относим Конфессии Какой Либо Но можем Называть Люди Святые Они Отличаются От всех Остальных Только Тем Что Они Практически Полностью Отбросили Своё Эгоистическое Самостное Начало Потому что Самость Не Есть Плохо Но Когда Она Превалирует Над Основными Вещами Когда Ты Себя Ставишь Выше Радовича Не И Даже Если Имея На То Основание Если Ты Это Делаешь Ты Уже Гарантирован Не Прав Вот Святые Подразумевают Что Они Являются Носителями Света Свет Но Сами Вот Собственно Гря Ключевая Позиция Либо Ты Тварное Существо И Соответственно Все Твои Пожелания И Как бы Возможности Соотносятся Только Тем Что Как Условно Некий Ревнитель Употребим Это Слово Находящееся В той Или Иной Степени По Твоему Восприятию На Небе Воспримет То Или Иное Твое Движение И Может Соблаговолит Там Тебе Что-то Подкинет Почему Если Ты Не имеешь Никакого Права У тебя Нет Никакого Права Созидания И Взаимодействия С небесами У тебя У тебя Остается Только Одно Просить Дайте Мне Хоть Что-нибудь Примерно Так И в этом Разница Ключевое Отличие Между Сотворенными И Порожденным Хорошо Давай Кратце Еще Рассмотрим Пятое Шестое Седьмое Небо Или Как-то Нет смысла Рассматривать Что-то Скажешь По этому Поводу Ну Я По Большому Счету Как Обозначу Их Потому Что По Большому Счету Если Нам Удалось Выбраться До Уровня Четвертых Небес Сейчас Я Просто Немножко Еще К этому Моменту Вернусь Опишу Как Нам Себя Надо Строить Чтобы Была Возможность Проскакивать До Более Высокого Состояния Которое Позволяет Нам Воспринимать Светимость И повышать Светимость Во время Обряда Потому Что Это Одна Из Ключевых Позиций Вот Пятые Небеса Это Небеса Из Кона То Бишь Там Где Формируется Правило Прави То Бишь Сама Правь Как Таковая Там Где Все Силы Движутся В соответствии С тем Как Им Определено Согласно Кону Кон Что Есть Такое Кон Это Первомысль Родова Которая Является Смыслом По Рождению Вот Так Вот Я Может Мудренно Немножко Скажу Но Смысл Такой Что Прародитель Когда Проявляет Себя В виде Порождения Всемирия Он Всемирия Наполняет Смыслом Вот Этот Смысл Это И есть Вышний Кон Мы По Мере Своей По Мере Постижения Видим Как Искон То бишь Как Искона Силы Творят Своё Созидание Проявляя Всемири Как Они Проявляют Живу Как Они Созидают Миры Явные Видимые Нам И Через Это Представление Через Искон Мы Записываем Искон Как Своё Понимание А По Как Внутреннему Уговору Как Мы Взаимодействуем С друг Другом Это У нас Появляется Как По Кон Внутренний Устой И Это Три Уровня Понятия Кон Искон По Кон По По Кон Первых Небес Небес Скорее Схематически Воспринимается На уровне Какого-то Допущения Почему Потому что Потенциально Как мы говорим Любой родович Может Взять Такой уровень Силы Чистоты Что По Смене Мерности Своей По Смерти Он Может Зайти Очень Высоко Как я В предыдущих Беседах Объяснил Очень Высоко В светлую Навь И встать По праве Среди Богов Родных Богов Прародителей Вот Это То Что У нас Есть По Большому Счету Уровень Там Шестых Небес Это Касается Как Раз Большей Степени Вот Тех Родовичей Которые Безусловно Могут Туда Взойти Но Это Касается И всех Нас Почему Потому Что Согласно Там Тому Опыту Который С одной Стороны Есть А с другой Стороны То Что Нам Передано Из Древности Что Чистота Любого Человека В какой-то Момент Может Быть Настолько Высока Что Он Поднимается До Уровня Седьмых Небес И становится Не Имеется Еще Не Дойдя До уровня Смены Мерности До смерти В проявленном Мире Он В той Или иной Степени Способен Соприкоснуться С родом Почему Потому Что Когда мы Говорим Род Небесный И род Земной Род Небесный И земной В единстве Пребывает В единстве Пребывает Яфи Най Созидает В всем мире Проявляется Соответственно Каждый Из нас Является Как Носитель Света Изначального Ас Он Одновременно Является Полноценным Отражением Рода А Вот это Понятие С одной С одной С одной С одной С другой С другой С другой С другой С другой Физическое Понятие Резонанса Никто Никто Не Отменял Соответственно Когда Ты В состоянии Выровнять Свой Чувственный Ряд Когда Ты В состоянии Очиститься Когда Ты В состоянии Устремиться Мыслью До Самых Высот У тебя Всегда Есть Шанс Соприкоснуться С седьмыми Небесами Вот Примерно Таким Образом Я хотел Бы Описать Хорошо Вопросы Продолжают К нам Идти Давай Дальше С небесами Будем Я думаю Будем Их затрагивать Но пока С небесами Я По третьим Четвертым Немножко Еще Прошелся Почему Тут вопрос Техники Безопасности С одной Стороны В обрядовых Практиках А с другой Стороны Это Вот Как бы Понимание Возможности Почему Я Всегда Говорю И в принципе Не устану Это повторять Что Одной Из основ Нашего Пребывания В родовом Обычай Это Наше Обрядовое Деяние То есть Тот Обряд Который Мы Сотворяем С родовичами На святилищах На капищах На требищах Там Где мы Собираемся Обращаемся Почему Потому что Когда мы Собрались там Когда Обратились К старшим Предкам К богам Родным К тем Родовичам Которых Мы знаем Вспоминая И князей Там Бравлинов Там Буса Белояра Святослава Мы Призываем их Они являются В этот момент Когда они приходят На наш призыв Если Уровень Призывающего Достаточно Чистый Хорош Что Старшие Предки Его Услышат Соответственно Мы Находимся Вместе С ними В обережном Круге И вот То что Происходит Когда Какая-то Малая Группа Или группа Не имеющая Там Четкого Понимания Куда Они движутся Они Как правило Оказываются Не могут Подняться Выше уровня Третьих Небес И Вся Условно Серая Сущность Там Которая Прибывает Паразитарная Она Старается Вот К такой Группе Добраться Почему Больше Достаточно Много Так называемых Эзотерических Групп Рано Или Поздно Оказываются В той Ситуации Что Вместо Сбора Силы Вместо Получения Света Они Оказываются В достаточно Сложной Темной Позиции Поэтому В чем Разница Между Работой Эзотерических И прочих Групп От Обрядового Кола Что Мы Призывая Мы Не стараемся Взлететь Условно На Невидимых Крыльях Или В умственном Зоре В некие Умозрительные Небеса Потому что Мы говорим Небеса Здесь С нами Когда Предки Вышние Приходят На призыв Наш И встают Вокруг Нашего Обрядового Кола Вот Мы Во-первых Имеем Защиту Гарантирован Тут же И огонь Как Семарк Лагнебожич Бог Сворожич Первую Защиту Нам дает И одновременно Он же Почему Вот как И в рекведе С Наиболее Доступным Древним Нам Арийском Писании Что Он является Проводником Он является Тем Кто Призывает Вместе С нами Всех Радович Кому Будет Принесена Доброе Требое Вознесена Чистая Мола И поэтому Тут При Соблюдении Этих Условий И если Люди Которые Встали Вокруг Огни Сейчас Все-таки В достаточной Мере Чисты Я по крайней Мере К этому Всех Призываю Когда Вы пришли На обряд Чтобы Вы настроились На Правильное Взаимодействие Друг с другом Что Это не является Неким этнографическим Действием Это не является Перечислением Тем Или иных Текстов Взятых С тех Или иных Даже Возможно Священных Книг Вопрос Такой Насколько Вы чисты И искренне В своем Состоянии Это и есть Ваша первая Защита Чтобы пробиться Через третью Через третьи Небеса В третьих Небесах Тоже может И хорошее Быть Но Очень много К сожалению Сейчас Людьми Там Состроено Скажем Темных Ловушек Почему я говорю Что вот мы Те Общины С которыми И работаем Что мы Во всех Обрядах Стараемся Как можно Больше Пройти Именно по Светлой Теме С теми Чтобы Выжечь Условно Эту серую Зону Потому что Когда серая Зона Пробивается Каким-либо Обрядовым Кола То через Это Как бы Через Это Условно Как Ну Дырку Там В этом Сером Пространстве Есть Возможность Пройти Горнему Свету Сюда И преобразить Очень многое Происходящее Здесь Это Что касается С одной Сторон Техники Безопасности Почему Разница Между Нашими Обрядовыми Колой Эзотерическими Группами Она Ключевая И основное Как раз Что мы Оба ряда Ряд земной И небесный Во время Обряда Соединяем Алексей Хорошо Ну по небесам Мы пока Закончим Ну в общем Да Потому что Да Это уже Касается Условно Там Ну Жреческого Сословия В большей И меньшей Степени А так По чистоте Своей По большому Счету Любой Радович Может зайти До Самого Прародителя Хорошо Еще один Такой вопрос Который Меня заинтересовал Очень серьезно Это Общины Очень много Идет разговоров Про общины По построению Про построение Общин Про взаимодействие Людей В этих Общинах Для чего Они создаются И так далее Но на деле Много ли Общин Вообще У нас Появляется Тех Которые На самом деле Реально Можно называть Общинами Которые Живут По каким-то Нашим Древним Устоям И Соответствуют Этому Понятию Большинство Так называемых Общин Это все-таки Являются На мой взгляд Эко-поселениями Разного Толка Разного Типа Где Люди Просто Собрались По интересам Как Многие Живут Как дачники Приезжают Повеселились Порадовались Праздники Провели И по своим Норкам Разбежались Потом Праздники Закончились Они Уезжают Домой Ну Кто-то Там Живет Постоянно Но Является Ли это Общиной И В этом Случае Вопрос Чем же Отличается Община Просто От обычного Какого-то Дачного Или родового Или Эко-поселения Хороший Вопрос Почему Потому Что Буквально Три Дня Назад Вернулся Из поездки В Курске Был В Воронеже В Ростове В Белгороде Общался С людьми И точно так же Вопрос Вот Мы Община Или не Община Я говорю Ну Слово Община Оно Имеет в себе Наверное Какую-то Смысловую Составляющую А Если мы Так Немножко Даже Попробуем На слово Взглянуть Потому Что Мы Привыкли Огромное Количество Слов Повторять Совершенно Не думая Какую Они Себе Несут Составляющую Община Как бы Саму По себе Как смысловую Что-то Общее Вот Это люди Значит Имеющие Нечто Общее Вопрос Общие Мысли Общие Слова Общие Дела И И в этом Наверное Крыть Почему Я говорю Что Большая Часть Тех Общин Которые Называются Сейчас Общинами Да Это Собственно Говоря Там Обрядовые Праздничные Содружества Почему Потому Что Людям Приятно Друг С другом Взаимодействовать Людям Приятно Быть На праздниках Людям Нравится Само Действо Но Сама По себе Вот Эта Деятельность Общиной Называться Наверное Не может Почему Потому Что Сейчас Мы можем Сказать Где-то Порядка Двадцати Наверное С лишним Лет Двадцати Пяти Я знаю Там В Петербурге Есть Скажем Объединение Славянского Толка Которые Там Порядка Тридцати Лет И Больше В той или иной Степени Стараются Приобщиться Но Они так и Не стали Еще Общинами А Задача Общины В чем Она могла Бы Заключаться В Неком Понимании Потому Что Каждый Общинник Он должен Понять Простую Вещь Что Выживание В этом Мире Возможно Только Сообща Я Уже Не Говорю О Хорошем Добром Житии О Совместном Созидании О Возможности Развития О Возможности Построения Своего Мира Даже Выживание В этом Мире Возможно Только Сообща Хорошо Давай Сейчас Я дам тебе Прокашляться Давай На этом Прервемся Дам тебе Прокашляться Музыку Поставлю Музыкальную Паузу Ты Прокашляешься А потом Мы с тобой Продолжим Про общины Говорить Почему Надо Жить Общинно Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что сегодня 25 февраля 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 35 день Месяца Вьюг и Служи 7500 До четвертого Лета Понедельник Говорим Мы про понятие Родового Обычия Нашей Исконной Веры Сурьер Главный Соведущий Итак Мы коснулись Общин Что же Такое Община Понятно Что В самом Название Община И кроется Ответ Что-то Общее Должно Быть Общее Не только Интересы Что приехали Отдохнули Погуляли Разбежались Но и Общее Ходяйство Общие Взгляды На жизнь Общее Мировоззрение И много Чего Другого Общее Вот давай Продолжим Эту Порядка Там Двадцати Кто-то И тридцати Лет В той Или Иной Степени Стараются Проявить И в той Или Иной Степени Развить Наш Обычай И мы Все время Там есть У нас Тоже Расхожая Формула Которую Мы Используем Вот Как наши Предки Многомудрые Идеи Идеи Нам Заповедали Так Будем И мы Делать Вот Но В большинстве Случа Почему-то У людей Не особо Получается Попасть В эту Составляющую Делать Как Предки Почему Потому что Одно Дело Когда Ты Условно Бьешь Себя В грудь И говоришь Я Там Родновер Я там Старовер Я там Вот Живу По заповедям Предков Это Хорошо Но Получается Что живешь Ты по заповедям Предков Ну Далеко Не все Время В котором Ты Пребываешь И работаешь Ты не На себя Часто Бывает А работаешь На человека Совсем Другого Рода Другой Там Рас Даже Бывает Чему Потому что Мы Как Одна Из основных Наверное Причин Что Мы уже В одной Из первых Бесед Задевали Вопрос Что Современность Нашего События Она нам Необходима То есть Мы должны Понять Как Это Выглядит Сегодня Как Мы Могли Бы Жить Общинной Общинной Жизнью Именно В сегодняшнем Дне Почему Потому что Если мы Не можем Соотнести Вот Основная Эта проблема Людей Заключается Во-первых Они не верят Что Следуя Общинным Укладам Можно Жить Хорошо Потому что Как ты говорил В лучшем Случай На На что Ложится Их взгляд И что Они могут И видеть Это Так называемые Экопоселения И Люди Видят Что Во-первых Тем Кто поехал В экопоселение Но Опять же У нас там Есть Такая Достаточно Интересная Идеологическая Наверное Составляющая Это Последователи Анастасии Они в основном И Созидают Экопоселение Но Там Какая Наверное Проблема Что люди Туда Приезжают Не в общину А люди Приезжают Туда Словно На свой Гектар И только Потом Как-то Жизнь Их заставляет В той или иной Степени Немножко Начинать Взаимодействовать Но так как Они изначально Приехали Немножко С другими Установками В Достаточно Большом Количестве Случаев Более-менее Внятную Общину Им построить Не удается А Задача Какая Что Нам надо Понять Что Сила Наша В единстве Это раз Ну как бы Красивая формула Но люди тоже Особо в это Не верят Почему Потому что Что такое Община Это значит Ты должен Отказаться От Некого Уровня Своего Личного Суверенитета Что ты должен Понять Что Общее Созидание Оно возникает Тогда Когда Ты Не свою Самость Не свою Хотелку Ставишь Впереди Телеги А ставишь Простое Правило Общее Выше Личного Вот И только После этого Начинает Возникать Вот эта Возможность После принятия Этой мысли Только тогда Начинает строиться Община Вот Алексей Понятно То есть Ты хочешь сказать Насколько я тебя Правильно понял Что Если человек Не имеет Правильной Установки То Все его Деяния В конечном итоге Приведут Или к ложному К ложной цели Что приведет К разрушению Его Дела Или же Ему придется Вносить Некие Корректировки И искать Правильный Путь Дорожку Правильно Я тебя понимаю Ну Да Все правильно И тут Даже Я немножко Дополнил бы Почему Потому что Люди Вот даже Ну там Езжу Езжу по городам И весям И люди Часто Очень Подходят Типа Вот Есть ли Где Там Уже Готовая Община Там На земле Живущей Или там Еще Как-то Вот Вот бы туда Попасть Там Поехал Вы чуть ли не На край света Лишь бы Там Соприкоснуться В общем Деянии С родовичами И к сожалению Ткнуть пальцем Некуда Потому что Как раз Вот мне сейчас Задавали Хороший Вопрос Говорит А почему Разваливаются Очень многие Общины Были у людей Неоднократные Попытки Что они Выезжали И на землю Там И пытались Что-то Даже уже Как бы Предварительно Вроде бы Договорившись О чем-то Что-то Начинали делать И Часто Разваливалось Точно так же И Почему Мы Я говорю Вот Я знаю Там По Там Посредственным Каким-то Источникам Что Наверное Две или Три Общины Все-таки Существуют Сейчас Одна Где-то На севере По-моему Чуть ли не В этой В Карелии Может быть Я что-то путаю Конечно Если Чуть-чуть Не попадаю По региону Но я Знаю Что где-то В тех краях Вот они там Живут Но они Никого к себе Не пускают Почему Потому что Они По сути Только Начинают И учатся Жить Это с одной Стороны А с другой Стороны У нас Достаточно Мало Людей Как бы Сведущих В экономике Примерно Так И причем В экономике Не Тое Которую Преподают Там И Вещают Нам С Экранов Телевизоров А экономики Экономики Жизнеустроения Вот такое Слово Есть Та экономика Которая Позволяет Нам правильно Строить Нашу жизнь И жить В Как минимум В достатке Потому что Есть Определенные Уровни Которые Там За последнюю Тысячу лет Поменялись Это Технологические Уклады Так называемые Которые Позволили Людям Прикладывая Значительно Меньше Усилий Получать Достаточно Хороший Прибавочный Продукт К своим Усилиям Допустим Если Раньше Человеку Надо было Для одного И того же Действия Работать Неделю То сейчас Он это Может сделать За два Часа При Наличии Определенных Инструментов И Вот Есть Определенные Назовем их Так Гуру От Социальных Схем Они говорят Нам надо Отказаться И от того Нам надо Отказаться И от того И ходить Только условно В пасконных Рубахах Простецких Жить на земле Ходить босиком И все прочее Ну это Имеет под собой Некое Оправдание Если там Есть Там в Индии Где-нибудь Или В Непале Люди Живущие Чисто Духовно Ну как бы На подношении Ну как и У буддистских Общин Нечто подобное Есть У нас все-таки Немножко Другой климат И если Мы не Прикладываем Усилия То соответственно Мы оказываемся Когда у нас Неожиданно Приходит зима В очень сложной Ситуации Не ну подожди На Порфирий Иванов Ходил как бы В одних шортиках Нормально Ничего Хорошо И сколько На него было Последователей И сейчас есть люди Которые также В летних Маечках Ходят В самые лютые морозы И все хорошо Замечательно Я видел И даже я спорить С этим не буду Почему Потому что И это Возможно Но Был Был такой Сейчас маленькое Отступление Сделаю Ты слышал Может термин Меряченье Слышать ты слышал Но вот как ты Не разбирался Что это такое Раскрой тему Ну смысл Такой Что Когда Это касается Поморских Мест Арханглогородской Губернии Когда Там Прот Разверстка И прочее Это было У людей Изъяли Практически Все Продукты И жить Им Стало Практически Невозможно И вариантов Нет И они Впали В некое Такое Самнамбулическое Состояние И По большому счету Ходили по лесам И Ну вот так вот Кое-как В друг другом Взаимодействии Практически Обходились Без еды По тем Источникам Забыл Фамилию Этого Чекиста Которого Отправляли Вот Ну в интернете В интернете Можно найти Это как бы Незакрытая Информация Ну смысл Такой Что Вот То что ты говоришь Про Порфирь Иванова Что да У нас есть возможность Потенциально Впадать В некое Состояние С одной стороны Как вот Поморы Делали А с другой стороны Задача В чем Либо ходить Вот так Но у нас есть И дети малые Есть у нас И рожаницы Есть у нас И это значит Мы должны Обеспечить Для своего Рода Я не говорю Семьи В данном случае Я все-таки Использую термин Род Мы должны Обеспечить Вполне себе Полноценное Существование Условно Если там Есть необходимость Должны быть И дрова Должна быть Хорошая крыша Над головой И полноценное питание Потому что Подразумевается Что Вот На На одной Из Передач Вот Был Дмитрий Лапшинов Вот он не питается Уже не ест Там Как О Тому Как Люди Его знают Понимают И в принципе Подтверждают Он уже не ест Три года По-моему И сколько Алексей Да вроде Четвертый уже Там у него Или четыре года Суть не в том Что человек Нормально живет Существует Лекции Рассказывает Ездит Экспедиции Так что Все хорошо Там Замечательно Вот Ну это Кстати у нас Сразу скажу У нас с ним Ожидается В скором времени Очередной эфир Так что Будьте готовы Будьте готовы Вот Поэтому тут Нет противоречия Вопрос Такой Что в конце концов В головах Должно сложиться Несколько позиций Что да Для того Чтобы полноценно Выжить Ну условно Мы сейчас Не выживаем Мы сейчас Вымираем Мы даже Не ниже Вот этой Нижней позиции Ну понятно Давай сейчас Вернемся к общинам Вот Община Община Не Я об этом Не говорю Я об этом Не говорю Смысл такой Что человек Должен понять Что вот Первая фаза Для него В голове У него Должна ложиться Что Для выживания Нужно Иметь Свой Родовой Коллектив Назовем так Свою родовую Общину Почему Потому что Один человек Землю Держать Не может Семья Небольшая Землю Держать Не может И только Род От Какого-то Количества Людей Там Как Мы Смотрели По социальным И прочим Схемам Где-то Порядка 100 человек Род должен быть Чтобы уже Он мог держать Свою землю И мог Более-менее Качественно Взаимодействовать И вот А ключевой момент Здесь как раз В том Что человек Во-первых Понимает Что выживать Можно сообща А другой элемент Он понимает Что он должен Свою усилие Направить На то Чтобы это было Построено Чтобы Люди Могли Делать Нечто сообща Чтобы выйти Из элемента Почему Потому что у нас Сейчас В городах Как минимум Достаточно простая Схема Существования Открываешь Открываешь кран Течет вода Идешь В магазин Там есть хлеб Идешь На работу Тебе дают Какие-то Бумажные Знаки Ты их Идешь Меняешь На какие-то Удовольствия Или что-то Еще Но Если мы Смотрим Немножко Дальше Мы понимаем Что это Нас ведет В окончательный Тупик И на сегодняшний День Мы уже Пришли К тому Что вот Все говорения О предках Многомудрых О предках Нам Давших Заповеди Веду И по сути Самое главное Что они нам Дали Это жизнь И оставили нам Землю На которой Мы живем Мы не можем Следовать Только словам Что пришло Время Переходить Делам Но Мы не должны Я говорю Попытаться Повторять Уклад Там условно Восьмого Девятого века Там позапрошлого Тысячелетия Так мы же не знаем Эти уклады На самом деле Нам эти уклады Старательно Как-то сочиняют А что там было Реально Мы так и не знаем Так что Мы в любом случае Правильно их Не повторим Сейчас И поэтому Я говорю Что мы Должны Основную науку Науку Жизнеустроения Ее Постигать И изучать И понять Как строится Сообщество Как строится Семья Вот эти все вещи Сейчас Слава богам В общем-то Уже Большее количество Людей Вменяемых Появляется И В этих Обрядовых Содружествах Которые Называются Называют Себя Общинами И среди Тех Кто в общем-то Является Спикерами Говорящими Головами Как я говорю Пытающимися Донести Ту или иную Мысль До людей Дородовичей И сейчас Вот этот Технологический Уклад Назовем Это Который Позволяет Позволяет Тому Дородовичей Страны Почему Почему Люди Не Готовы Ехать Это Все Я думаю Просто Не раз Еще В своих Беседах К этому Вернемся Я там Подготовлю Достаточно Четкую В том Ключе И По схеме Жизнеустроения По Скажем Экономическим Каким-то Позициям Как Община Должна Быть Устроена Потому что У нас В заявленных Эфирах Как раз Есть Вот Это Как бы Задача Поэтому Я думаю Часть Из бесед Каких-то Мы посвятим Этому Ключу А сейчас Вот я говорю Просто Пришло То время Что Мы Либо Говорим Сами Себе Многие Из нас Должны Сказать Что мы Просто Говорящие О Предках Многомудрых И заповедях Великих И богах Родных И Как В конце Концов Просто Превращаемся В Неких Этнографических Последователей Либо Мы Достойные Последователи Достойные Потомки Великих Предков Которые Реально Собрали Самый Большой Народ И Самую Большую Страну И Собственно Говоря Мы Должны Эти Заповеди Точно Так же Собрать Свой Народ Проявить Его Как Единый Род И Собрать Свою Землю Дабы Передать Ее Потомкам Потому что Кому Принадлежит Наша Земля Она Принадлежит Нашим Потомкам Это Что Касаемо А так Ну вот Я говорю Преодоление Самости Сейчас Еще Немножко Коснусь Этого Примента Почему Я говорю Что Да Все Хорошо Все Согласны С тем И с Этим Задача Простая Четыре Позиции Которые В принципе Дают Возможность Общине Проявиться Первая Община Это Единый Уряд Единый Устой То бишь Люди Меж собой То что Мы называем Поконом Они должны Это В той или иной Степени Проявить Но К сожалению Я скажу Так Что Это Очень Сложно Почему Потому Что Людей В большинстве Не хватает Даже Минимальной Подготовки О том Чтобы Написать Некий Подобный Труд Потому Что Многие Вещи Многие Аспекты События Он должен Сам По себе Проявлять Но Поэтому У нас Есть Люди Ведающие И Тот Кто Хочет Тот Всегда Найдет Кому Обратиться И получит И наставление И помощь В этом Направлении Это К тем Кто На самом Деле Вдруг Решится Малое Объявление Такое Это Первое Да Единый Уряд То бишь Смысл Такой Мы Есть Те Мы Есть Там И делаем То Второе То что Нас Соединяет С Небесами Это Единый Обряд Люди Должны Понимать Что Живем Одновременно Во Всемире В Яве И Наве Мы Своё Деяние Совершаем И для того Чтобы нам Понимать Где мы Находимся Что мы Делаем И не Пропустить Какие-то Достаточно Значимые Для нас Изменения В мирах Горних На небесах Нам Надо С ними Стараться Взаимодействовать Почему Обряд Это Одно Из Основных Позиций Для чего Для того Чтобы Род Сохранял Связь С небесами Для того Чтобы Род Мог Развиваться Почему Потому что Обряд Это Практически Единственное Место Наиболее Доступное Возможное Где Где мы Все Можем Свою Общую Светимость Поднять Приняв Вот этот Горний Свет И Через Это Как вот Если мы Принимаем С одной Стороны Мы имеем Часть Света В себе Постоянно А Свет Более Высокого Уровня Более Высокого Качества Он Выстраивает И нас Он Выстраивает И нашу Жизнь Почему Мы Если мы Являемся Полноценными Последователями Своих Предков Славных То Мы Должны Понимать Необходимость Этого А люди Ведающие Нам говорят Что это Тоже Одна Из Главных Основ Нашего Бытия И события С небесами И продолжения Жизни Наших Родов Потому что Издревле Сказала Тот род Который Связь с небесами Потерял Тот Кола Жизни Свою Растерял Вот И мы Должны Поэтому Четко Это воспринимать Третья Позиция Первая Позиция Я сказал Общий Устой Общий Уряд То есть Люди Должны Договориться Что они Делают Для чего И каким Образом И как Условно Это Общее У них Возникает Второе Это Общий Обряд В том Ключе Который Позволяет Нам Сохранять Единство Небес И земли Третье Это Общий Кош Общий Кош Слово Кош Кошелек Я думаю Многие Знают Это То Что Как у Казаков Есть Понятие Кошевой Атаман Смысл Такой Что Как В коло Ведающих Обределено Через Деяние Обрядовое Мы Сохраняем Связь С небесами И Строй Свой В небесах Сохраняем А Через Общий Кош В данном Случа Кош Не Подразумевается В обязательном Порядке Собирания Денег В Какую-то Одну В Один Кош В один Кошелек Подразумевается Что да Каждый Тоже На себя Принять Ответственность По Внесению Своей Доли Не Налога Своей Доли В построение Единого Родового Мира Вот это Наша Обязательная Ключевая Задача И позиция Вот это Три Три Основы Которые Позволяют Общине Проявляться Вот Но Так как Жизнь у нас Достаточно Многогранная Интересная И Поворачивается Бывает Не только Светлой Но и темной Стороной К нам Значит Должны быть Те Которые Могли бы Подсказать Общинам Куда Двигаться Как Преодолеть Те или иные Конфликты Расхождения В пониманиях Поэтому Четвертая Позиция Это Принятие По возможности Надо постараться Найти Кого-то Из ведающих Людей Которые Проведут Общину Как Духовные Наставники Духовные Проводники И в общем-то На Каком-то Этапе Условно Те Которые Способны Разбирать Основные События Общины Жизни Почему Потому что Мы Там Лев говорит А вот Копу Я уже Не раз Говорил Я говорю Ну так У вас На Копу Никого Нельзя Потому что Из вас Никто Не в состоянии Не создать Хозяйство Не держать У вас Нет Ни единого Навыка Поэтому Вы Даже Малый Кусочек Земли Не можете На себя Пока Взять Ответственность Надо Этому Научиться А Копа Соответственно Вы Хотите Взять На себя Ответственность За Какое-то Количество Родов Живущих На этой Территории Поэтому Надо Сначала Научиться А потом Если Родовичи Выберут И окажешься На Копе Вот таким Образом То есть Ты предлагаешь На первом Варианте Создания Общин Духовное Управление И на первом И на втором И на третьем Не Ну подожди Вот давай Что будет Второй Третий Там видно Там время Покажет А вот Первый Время Первый Год Второй Третий Да А вот На первом Времени Тоже у меня часто Происходит Разговоры Спрашивают Ну а как Нам быть Как быть Что нам делать Говорю А что вы собираетесь Делать Мы собираемся Делать общину Я говорю А по уровню Развития У вас в общине Как вообще Все одинаково Они так Понимают Традицию Они понимают Для чего Они здесь Они понимают Для чего На земле Жить Нет не все Но все хотят Я говорю Замечательно Если у вас Разный уровень Представления Об этом Как вы можете Создать что-то Единое Ну как можно Например Одинаково Разговаривать С первоклассником Одинаково Разговаривать На этом же уровне С десятиклассником Одинаково Разговаривать С выпускником Института И с профессором Вот посадить всех За один круглый стол И начать говорить Какими-то Одинаковыми словами То что Будет непонятно Профессор Вернее Первокласснику То будет очень просто Профессору Да Но в этом случае Тогда выпадает Из этого круглого стола Первоклассник Если мы начнем Говорить словами Опять же Понятными Только первокласснику Но тогда профессору Будет скучно Нафига он здесь оказался Он скажет Да что я тут делаю И так далее То есть Необходимо понимать Что уровень развития Определяет И круг общения Если вы всех Хотите упорядочить С точки зрения Равноправенства То в этом случае Свобода, равенство и братство Масонский лозунг Вперед Делаем революцию Сносим всех И потом Да Убиваем себя Дружно разбежавшись Об угол Ближайший Вот Не бывает такого Необходимо Чтобы общество Каким-то образом Поднялось До одного Какого-то уровня Понимания Мировоззрения И в этом случае Меня спрашивают А дальше что делать И вот как раз То что ты сейчас говоришь Необходимо Чтобы был тот Как хотите Называйте Ведун Жрец Учитель Управитель Пиночет в конце концов Да Который Зная Что он делает Ну грубо говоря Он не был Ведунов Ну нет Я говорю Пиночет Возьмет на себя Залез на бочку Все Я взял управление Мне ша Ша бродяги Подчиняемся Вот Значит И просто будет держать Управление в своих руках И при этом будет присматриваться Кто из Тех людей Которые входят В это сообщество Умеет Делать это Умеет делать это Делать это Да Дальше Кто из людей Понимает Не понимает Что надо кому-то подтянуть Кому-то надо что-то разъяснить И в течение какого-то срока Будет только вот такое Авторитарное управление Но не просто так Я Пахан Я управляю всем Нет Это должен быть именно человек Духовно развитый Понимающий Ведующий Имеющий прямые каналы Общения со своими родичами С богами Который может Что-либо Привносить сюда И каким-то образом Влиять на людей Одаренный может быть Интеллектом Одаренный может быть еще И каким-то красноречием И даром убеждения Иначе Начнется Как ты правильно сказал Галадранцы Все мира В одну кучку Гоп И в этом случае Начнется Друг другу мордобой Ты не то слово сказал Ты не сюда нас ведешь И так далее Ну какая это будет копа Это будет не копа Это будет очередной цирк Цирка мы насмотрелись Поэтому Если хотите Возрождать что-либо То в этом случае Давайте уж искать Варианты возрождения Или должны собраться Те люди Которые четко знают Понимают И умеют Что маловероятно В наших условиях Ну я допускаю И хорошо если так будет Или ищем другой вариант Жизнедеятельности В этой общине А этот вариант Именно Духовного Авторитарного управления На первом хотя бы Этапе Там первые два Может быть три года И когда мне сказали А долго это будет продолжаться Я говорю А вот когда твои дети Вырастут В этой общине Родятся и вырастут В этой общине Когда они будут учиться Нашим общинным знаниям Когда они будут Нашему учиться Искону Вот тогда только Когда эти дети Оженятся Своё хозяйство Заведут Когда у них Появятся свои дети Вот только из них В лучшем случае Будет создаваться Уже настоящая община И только Среди них Можно будет выбирать Копенов Которые уже будут В копном праве Присутствовать И которые смогут Уже этой общиной управлять Но всё равно Без духовного начала Какого-то Без жреца Без ведуна Без Учителя Такая община Она будет неполноценна Потому что Всегда в общине Должны присутствовать Разные умельцы Как умелец Кузнец физически Что-то может сделать Умелец пахарь То также должен быть И учитель Хранитель кона Ведь Исаул Это тот, который Хранил Вот эти все знания Потому что Ясу хранил И умел у лица Её раскрыть и показать Должен быть атаман Должен быть Исаул Должен быть Кашевой Если уж мы про казак говорим Должен быть урядник И так далее Звеческую составляющую У них достаточно долго Когда уже они Именно в походном режиме У них характерники Всё-таки выполняли Вот этот элемент Потому что Там были перехати От царейшин Суть в том Мы-то возвращаемся К чему Суть-то в чём Что на первом этапе Надо каким-то образом Из этого болота вылезать А поскольку Все Ну все мы Абдристаны Простите за грубое выражение Да Вот этой цивилизацией И все мы из этой помойки Хотим вылезти Но мы же в помойке находимся Так необходимо Чтобы кто-то Более очищенный Уже нам мог руку протянуть И подсказать Как выбираться Как двигаться И как собираться Вот в чём дело Ну давай мы сейчас Прервёмся на музыкальную паузу Очередную И после этого Наверное всё-таки Надо уважить наших радиослушателей Как-то вопросы ещё Так позадавать И ответить А то как-то Мы с тобой увлеклись беседой А нехорошо получается Ну беседа хороша Беседа хороша Но нехорошо Перед нашим радиослушателем Итак, прерываемся на музыкальную паузу В эфире Народная Славянская радио Ответы На вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню, что по одному Из современных календарей 25 февраля 2016 года Четверг По одному старинных 35 день месяца Вьюг и Стужа 7524 лет Понедельник Понятие родового обычая Нашей исконной веры Сурьяр главный соведущий И мы говорим Про то Как жить людям В современных условиях Но по старым нашим Понятиям Представлениям Конам Исконам По конам И как создавать общины На каких условиях Каких правилах Потому что Очень много говорим Но пока еще мало делаем А время все-таки Уже пришло к тому Что начинать что-то надо делать И Предложение все-таки Потихонечку Переходить к вопросам Вот я сейчас тебе предоставляю микрофон Что ты еще что-то раскрыл Поэтому Из того, что было сказано А дальше Мы уже, наверное, начнем Вопросы зачитывать Хорошо Там буквально Несколько Минут По большому учету Да Я говорил Ты продолжил Я немножко еще продолжу Тое Что По сути у нас Одна из основных проблем Что Я, по-моему, уже в предыдущих эфирах касался Что У нас Из Четырех Варн Которые мы Определяем И которые Самого В общем-то Издревле В наших родах Были У нас По сути Только две Варны Более-менее Проявленные И проблема Даже не в том Что Как сказать Нет Людей Люди С одной стороны С потенциалом Есть Которые могут Стать Высшими управленцами Могут Стать Духовными Наставниками Проводниками Но Самой по себе Почему Вот даже То Что мы Как бы Рубрику назвали Школа родовой мудрости У нас нет До сей поры Необходимой Школы родовой мудрости В которой Могли бы воспитываться Образовываться Вот эти Люди Которые Потенциально Могли бы Нести Вот эту мудрость Поэтому То Коловедающих Которые Я представляю По большому счету Там Люди Уже Неоднократно Не имеют Ведущие А так вот Словно У всех Там У чеченов Есть адаты У евреев Протокол Сионских Мудрецов Говорит А у нас Где Простая Понятная Схема Нашего События Родового Общинного И собственно Говоря Сейчас Одна из Таких Серьезных Задач Это описать Правила Принципы События В общине В роду Чтобы Люди Не пытались Условно Высосать Это Из пальца Или еще Из каких-то Источников Врать А чтобы Была Понятная Схема И условно Есть Человек Облеченный Той или иной Степенью Доверием Как Верховода Общины И как Надо Чтобы было Место Чтобы он Приехал Там В течение Месяца Двух Научился Как Сообща Со своим Родом Управляться На той Или иной Земле Для того Чтобы правильно Сначала Научиться Выживать А потом В общем-то Жить Поживать И добра Наживать Но Проблема Вот этих Маленьких У нас Наполеончиков Они Говорят Мы Как бы Все сами Знаем И понимаем Ну вот Я говорю Вот это Четвертое Составляющее Наставление Ведающих Оно Выпадает И заканчивается Практически Всегда Оно Однозначно Община Живет Недолго Разваливается И разваливается Как правило С достаточно Большим Внутренним Скандалом Ну вот Скал ты Про Наполеончиков Не сразу Вспоминается Наполеоша Тебя уже Выпустили А что Врачи Говорят Да Беда Конечно Ну Поэтому Тут Я Полностью Присоединяюсь К тому Что ты Сказал Что Люди С одной Стороны Должны Понять Что Вот Только При Наличии Какого-то Уровня Взаимодействия С одной С другой С другой Достаточного Уровня Взаимопонимания А с другой С другой Достаточного Уровня Ведического Миропонимания Алло Да Говори Да А то просто Какой-то звук пошел Но может не включилось Вот Ведического Миропонимания Соответственно Только после этого У них Начнет Налаживаться Ход Но Ключевой Момент Это надо От сознания Смерта Отойти И понять Что Выжить Жить Развиваться И созидать Можно только Сообща А сообща Подразумевает Что ты Должен принять На себя Ответственность За свою Жизнь За свою Землю И за свою Долю Которую ты Внесешь В построение Нашего Ведического Мира Вот такое Наверное Слово Давай Тогда Сразу Маленькую Наводочку Я дам Для того Чтобы Нашим Радиослушателям Определиться Какой же Варни К какой Группе Сейчас они Относятся И вокруг Чего Группируются Ведь И нежити И смерды Они Здесь не оскорбительны Просто уровень Сознания И они Объединяются И высокие Существа Сущности Тоже они Объединяются Вокруг чего-то В чем же Разница Многие могут Спросить И те Другие способны Объединяться Объединяются И те Другие На разных На разных Основах На разных Стремлениях Если Нежити И нижний Уровень Смердов Объединяется Для того Чтобы что-то Для себя Лично урвать Над кем-то Поглумиться Или что-то Разгромить Разграбить То есть Разрушение В конечном итоге Демоническая Составляющая То Вышние Объединяются Всегда для Созидания Для того Чтобы развиваться Самим Помогать Развиваться Другим Делать Через Свои Созидательные Какие-то Составляющие Мир Лучше И в этом Улучшенном Мире Растить Своё Благодетельное Потомство Которое Также Будет Развиваться Чтобы Они Поднялись На высшую С их точки Зрения Ступень Развития Вот Вот Если Вы Своих Деяниях Или Деяния Своих Друзей С которыми Единяетесь Видите Что-либо Разрушающее К сожалению Вы Себя Можете Причислить К первой Группе О которой Я говорил Если Вы Не Просто В стремлениях А еще В понимании Потому что Стремление Это одно Понимание Определяет Деяние Видите Другое То в этом Случае Тогда Да У нас Проблема Еще одна Есть Я хочу Многие кричат Я хочу Света Я хочу Любви Я хочу Возвышенности Я много Чего хочу 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 Но это все Слова Это все Представления Это все Какие-то Его Пожелания Но ведь Если пожелание Строится на пустом Пустое и получите Вот этот Надо все Понимать Ну что Вопросы у нас Ждут нас вопросы Туру-туру Труба зовет Туру-туру Туда Хорошо Давайте Переходим К нашим Вопросам И посмотрим Какие же К нам Поступили Из чата Вопросы Напоминаю Вопросы Из чата Принимаем Чат Народного Славянского Радио Славмир.орг Заходите на этот сайт Если не получается Иностранными Буковками набрать То в этом случае Набирайте В любом поисковике Народное Славянское Радио Нажимаете Кнопочку Найти И там Первый будет сайт Вы на него приходите И дальше там Есть слово Чат Нажимаете на чат Если еще Не зарегистрированы То нажимаете Кнопочку Регистрируйте Слагин пароль Со своими друзьями В чате Так Первый вопрос Нам поступил От Григория Врачева Из Москвы Читал книжки Кажется Марии Семеновой Что раньше На Руси Мужчина Мог взять Вторую жену Правда ли это Сам никогда Сам иногда Задумывался Что в этом Есть определенные Плюсы К примеру Пока одна Занимается с детьми Другая приготовит Поесть Или приберется По дому Отсюда вытекает Интерес О том Как жили В такой семье Как любились Была ли у каждой Жены отдельная Комната Или община И сразу Если бы я Был султан Я бы имел Трех жен Хорошо Продолжу вопрос И еще Это из той же книги Слышал Что молодая жена Переходила По наследству Старшему сыну От первого союза Так ли это Вот какой Интересный Многосложный вопрос Отдувайся Отдуваю 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 Хорошо Нет У нас Как бы Есть сейчас Один Из писателей Он Достаточно Интенсивно В этой сфере Себя проявляет Я думаю Многие читали Его книги Сидоров Вот Он Как бы Говорит Сюда Можно Держать И двух Жен И трех Ну как Держать Это же не Собаки Соответственно По тому Как бы То что по обычаю Передано Я вот Вкратце Попробую Пояснить Потому что Были времена Когда Многие Мужчины Ушедшие На войну Или еще Куда-то Просто погибали Оставались Молодые Женщины Оставались Девушки Которые Там Не 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 Найти Мужей Но Первая Заповедь Она Гласит Береги Род Свой Это значит Деяние Любое Род Которое Осуществляет Любой Родович Оно Ведет К тому Чтобы Род Продолжился Вечности И соответственно Когда Мужчин Катастрофически Не хватало Да Тогда Насколько Есть У меня Об этом Сведение Сведение Что Было Позволено Брать По Второй Жене В семью Для того Чтобы Рожаницы Наши Могли Давать Добрый Приплод Это Один вопрос А Другой Вопрос Как В этом Случае Меж Собой Взаимодействовать Жены Это вопрос Уже Самой Общей Культуры Я Потому что Я не за И не против Почему Я объясню Свою позицию В чем Она заключается А Исходя Из Заповеди Береги Род Я говорю Что да Если есть Такая Вот Сложная Ситуация И Большое Количество Мужского Населения В родах Было Выбито То Других Позиций Я бы тут И предлагать Не стал Это Обязательное Условие Чтобы Род Во-первых Вошел В силу Это одно Второе Урожанец У наших Первая заповедь Это Призвать сюда Предков Дабы Проявилось Добродетельное Потомство Дабы Роды наши Были сильны Многочисленные Это Один вопрос А при том Что Количество Мужчин и Женщин У нас Более Менее Равное Всегда Рождается Поэтому Если мы Учимся Любить Если мы Как бы Изначально Идем По Благословению Родителей По Благословению Предков Славных У нас Как правило Складывались Хорошие Добрые Семьи Потому что Еще Родовое Стою Не был Разрушен И Соответственно Семья Когда такая Живет У нее Нет Необходимости Излишне Расширяться Потому что И так Жили люди Достаточно Большим Сообществом И Не было Необходимости Выделяться Семьей Какой-то Малой Поэтому И Бывало Так Что В Каких-то Деревнях И это Не считалось Предосудительным Как То что Говорили Что Младшая Жена Переходит Старшему Сыну Если что Бывало Так Что Да Есть Как бы Старейший Народа Еще В силах А Условно Сын Пошел На войну И погиб Ну Точно так же Она не оставалась Без Внимания И Была Возможность У нее Продолжить Своё Бытие Посредством Рождения И Стать Рожанницей Ну Это я Грю Это все По Местностям Было И Задача Стояла Такая Чтобы Жены Могли Выполнить Своё Основное Предназначение Принести Доброе Потомство И чтобы Они Не были Выброшены Как бы Из Общей Там Социальной Общины Родовой Жизни Поэтому Тут нет Какого-то Элемента Сладострасти Или еще Что-то Это просто Есть Исполнение Закона Жизни Что Женщина Должна быть Рожаницей А род Как таковой Должен найти Способ Если Не Хватает Мужчин В родах Даже И еще В некоторых Поселениях Бывало так Если Какая-то Девушка Засиделась В девках Достаточно Долго Ей Давалось Право Выбрать Мужчину Среди Родовичей Который Станет Отцом Её Ребенка Ну там Определенная Такая Была Обрядовая Составляющая Рассказывали Тоже мне Вот И он Не имел Права Ей Отказать Вот И Ребенок Который Родился Он Не был Ублюдком Он Воспринимался Как именно Родович И все К нему Относились Как полноценному Ребенку Рожденному По закону Рожденному По кону Родовому Вот таким Образом Поэтому Тут Не Вопрос Как бы Одна Жена Две Жены Или Три Жены Вопрос Такой Что да Есть События Сейчас По большому Учету Мы где-то Недалеко От этой Ситуации Находимся Что Достаточно Большое Количество Наших Мужчин Вот это Бытие Последних 20 лет Оно Выбило Из состояния И женщины Оказались В таком Повисшем Состоянии С одной Стороны А с другой Стороны Если Женщина Не принимает Правильного Родового Устоя Ну Кого Она Тогда Сюда Призовет Это Тоже важное Представляю У нас Сейчас Женщины Феминистки Крепкие Самодостаточные Так что Не борем Наш женщин Наезжать Ты знаешь Здесь надо Сразу Разделить Первое На Единую Жену Должен Муж Посягать Да Это Относится К мирной Жизни Когда нет Каких-то Катаклизмов То есть Никаким Образом Вот Живешь Супруга У тебя Есть Вот вы Одно Единое Целое И здесь Однозначно Воспринимается Именно так Давай дальше Смотри Следующий Этап Кроме Лихой Годины А вот Лихая Година Это когда Гибнет Род Мужская Часть Населения Большая И необходимо Как ты правильно Сказал Восполнение Родовое Восполнение Чтобы сюда Могли Родовичи Приходить И вот тут Необходимо Применять Различные Средства Для того Чтобы Как-то Восполнять Род Иначе Земля Останется Без Защитников Как тут Быть И Вариантов Было Множество Когда К примеру Строился Отдельный Дом Или Он был По соседству И мужчина Брал Опеку Как правило Под одной Крышей Сами подумайте Две хозяйки Под одной Крышей Все-таки Тяжеловато Русский Менталитет Подразумевает Что Две хозяйки На одной Кухне Две метлы В одном Доме Это не Совсем Правильно Поэтому Как правило Это строился Отдельный Дом Изба Какая-то Где Полноценные Условия Давались Этой Женщине Чтобы Она Могла Существовать И жить А не Просто Так Какой-то Приживалкой На кухне Или там В сенцах Жить Вот Это надо Учитывать Поэтому Мужчина Всегда Обязан Был Обеспечивать Достойную Жизнь Всем Женщинам Находящимся В доме Если Он Был Глава Этого Семейства И Кого-то Приходилось Брать В свою Семью Вот Это Тоже Надо Учитывать Второе Существовали Формы Такие Когда Вот Есть такая Поговорка Не пальцем Деланный А чем Тогда Деланный Да Вот Давайте Сейчас Маленькие Дети Нас Не слушают А чем Деланный А вот Чем Положен Тем И деланный То есть Когда Князь К примеру Мы Как-то В одной из передач Касались Этого Представляете Себе Князь Это Ответственность За свою Дружину Это Самый Знатный Воин Самый Умеющий Самый Ведущий И Вдруг После Серьезного Солкновения Его Дружина Резко Поредела Но Он же Ответственный Был За своих Дружинников Получается Что Он Ответственный И за Их Жен И за Детей А Мужчины Погибли Как Он Должен Теперь Строятся Им дома Они Продолжают Жить Потому что Их Дружинники Мужья Воевали Они Погибли За дружину За родину За державу И князь Берет Их На свое Попечительство Он их Содержит Но Дальше Бывает Так Что Хорошо Если У них Круг Детей А Если Еще Не Круг Детей А Родовича Надо Призывать В этом Случа Что Происходило Кто Самый Достойный Самый Получается Следующая История Естественно Что Он Не Мог Сотню Жен Одновременно Содержать В том Смысле Как С Женами Жить Во-первых Это Неправильно Во-вторых Это Ну Как Мужчине Другими Делами Надо Тоже Заниматься И Вот Тут Тогда Вступал Тот Принцип Пальцем Деланный Вот Как Хотите Так И Понимайте Вот Так Что Ребят Здесь Вариантов Огромное Количество Было Но Суть В том Что На то и У вас Голова На плечах Не только Чтобы шапку Носить А чтобы Еще Находить Варианты Выхода С различных Ситуаций Не упавших Грязь Лицом Иначе Можно Вступить В распутство И прикрывать Этими Своими Похоть Прикрывать Какими-то Своими Высокими Словами Как Совместить Чтобы это Было Достойно Чтобы это Было По роду По кону По искону Чтобы Не переходила Грань Распутства Потому что Многие Начинают Представлять Ну вот Князь Устроил Себе Гарем И он Там С этими Молодухами Развлекался Днями И ночами Такие же Сейчас Байки Ходят И не просто Так Они же Не на ровном Месте Появляются Значит Давайте Как-то Мысль Включать Здравомысли Давайте Развиваться А по поводу Того Что здесь Был вопрос Бралась Ли жена Оставался Например В роду Младший Он Брал До попечительства Жену Своего Старшего сына Погибшего А вот дальше Варианты Продолжения Рода Они могли быть Совершенно Разные Но Опять же Жена Одна И жена Другая Не могли быть Супругой Одной Второй Супруга Она одна Дается По роду По всем Канонам Ну а это уже Она могла быть Ли как сестра В доме И содержаться На попечении И уход за ней Был как к сестре Ну или Если там надо было Продлить Род брата Отчасти свой род То в этом случае Приходилось выходить Из этой ситуации По взрослому По мужски Вот это тоже Надо все учитывать Но только опять же Без разрада Без пошлости Почему Потому что Род сохранял себя Да То есть Получалось что Есть то что Называется Телегония Есть законы Рита Известно что Первый мужчина Он оставляет Свой образ Уже у женщины На всю жизнь И поэтому Если близкий человек Брат Передавал Часть свою Но тем самым Все равно Продолжался Род брата Так что здесь Вот как хотите Это понимаете Но варианты Как это делать Ну они существовали Разные В том числе и пальцем Чтобы опять же Не входить В половой контакт Грубо говоря Вот тебе На держи Теперь пристраивай И пальцем пристраивали Вариантов много Ребята Вот вы должны понять Главная задача Чтобы существовал Род И это Чтобы все Дети Чтобы рождались В благочестии А не в разврате Вот какая задача Потому что Развратно рожденный ребенок Он и будет на себе Нести печать Разврата На всю жизнь Вы что Таких потомков Себе что ли хотите Вы хотите Чтобы ваши рода Опустились Да не балуйся что ли Но не бывает такого Нельзя этого допускать Так что думайте Что у вас там Что-то зачесалось Где-то в нижней части Ниже пупка И вас тянет на подвиги В кавычках Или все-таки Что-то другое Заставляет вас Вынуждает Или призывает Если хотите К продолжению рода Так что Давайте Как тут Мы дали вам много вариантов А вы дальше думайте Какой вариант Больше подходит На сегодняшней Сегодняшней ситуации Как нам быть А просто так Брать Кого-то себе В дом И например Трех-четырех жен Чтобы они Прошу прощения Задницами на кухне Не толкались И каждый думал Какой бы скал Какого огреть Ну Не очень правильно Есть конечно варианты Когда Почему-то Женщины живут Мирно и дружно Но поверьте Таких вариантов Не так много в жизни Как правило Происходят другие ситуации Так Давай дальше Николаевич Задает вопрос Здравия Сурьяр Что славяне делали Для того Чтобы Показать свою красоту Подчеркивали ли они Как-либо Ее Девушки Что делали А парни Особенно делали Что-либо Ну Парни у нас Никогда Не стремились Там Красотой Особо блистать Но это как бы Не в нашу Вдруг Вдруг Губки Подмазать Щечки Подрумянить Пойти Свою красоту Показать Ухарь Такой Идет Вообще Парень Такой Красная Молодость Идет Понимаешь Поэтому Красоту Свою Всегда Старались По рубке Молодежь Юноки Юницы Они же Собирались Веселились Так и иначе И Оно ничем На самом деле Не отличается От того Что Когда Вот сейчас Где-то На наших празднествах Или еще что-то Все стараются Показать Свою удаль Свою Там Какое-то Мастерство Там Кто-то Во владении Оружием Кто-то Там На Везде На коне Кто-то Там По Влазани Там По столбам Там По деревьям Именно в этом Задача Почему Потому что Справный Хозяин Он Что Он Значит Должен Много Уметь Делать С одной Стороны Хороших Правильных Дел А с другой Стороны Он должен Быть Селен И Здоров И Как бы На такого Всегда Девицы Красные Зарились А Сами Девицы Они Точно Так же Старались Выглядеть Так Что Они Там Даже По Как Сказать По По Многим Деревням Селениям Бывало Так Что Когда Ходили Где-то Выбирали На девицу Специально Одевали Побольше Одежи Чтобы Она Бывает Девушки Как Тростинки По Молодости Тоненькие Одевали Побольше Чтобы Она Справная Сможет Родить Много Детей И Вот Это Тоже Такой Показатель А то Что И опять же Чтобы Произвести Впечатление Женщина На Мужчину Или Девушка На Порубка Естественно Свеклы Там Под Это Самое Подводили Щеки Подкрашивали Чтобы Румянец Был Посильнее Ну Это Так Вопрос Не Возбраняется Женщина Она Что Нам Являет Красоту Вопрос Что На Сегодняшний День Они Являют Несколько Иной И Поэтому То Что Женщины Ходят Условно Цена На Все Представленное В огромном Количестве Не Целомудренная Она Падает В Постоянном Движении И Вот Эта Конкуренция Которая Ни О чем Ведет И Все Время По Мутной Стезе А То Что Было Раньше Оно В общем-то Если Сейчас Женщина Должна Быть Добродетельна И Здоровая Это Вот И Есть Ее Основная Красота Должна Понимать В чем Заключаются Основы Нашего Миропонимания И Им Следует Относиться С Высшей Степени Уважительно К Своему Мужу И Тем Детям Которые У них Появятся Точно Так же Уважение К отцу Прививать И Доносить Вот Собственно Горя Это Та красота Которая От девушки Потом Переходит С женщиной Это Правильное Миропонимание Исследование Родовому Устову Вот И все Наверное Хорошо У нас Сейчас Музыкальная Пауза Будет Но Прежде чем Ее Включу Я Хочу Вам Задать Маленькое Упражнение Для ума Вот Есть такая Песня Но Не одна Трава Помята Слова В песне Помята Девичья Краса Вот Девичья Краса Имеет Определенное Очень четкое Представление Что это Такое Вот Вопрос в эфир Что же такое Девичья Краса В чат Вернее Вопрос Напишите Как вы думаете А также Что означает Слово Ухарь Удалой И удаль Повторяю Что означает Слово Девичья Краса Ухарь Удалой И удаль Вот пока У нас Три с половиной Минуты Будет диться Музыкальная Пауза Попробуйте Как-то Растолковать Эти слова И значения А после этого Мы продолжим Отвечать на вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор На народном славянском радио Напомню Что сегодня По одному из современных Календарей 25 февраля 2016 года Четверг По одному из старинных 35 день Месяц вьюг Истужа 7524 лета Понедельник Мы говорим Про понятие родового Обыча Нашей исконной веры Суверия Главный соведущий И сейчас мы отвечаем На вопросы Хочу сразу реплики Зачитать Которые в эфире Появились В чате появились Написал нам Ратник О том Что Ну ребята Вы загнули По поводу Князя Дело Гарему идет Ратник Дорогой мой Дело-то в том Что Идет В первую очередь Разговор о том Что Вдовы Никогда На Руси Не бросались Если Вдовы Были Ратичами Князя То в том случае Князь Обязан их Был с дружиной Содержать А вот Дальше Если Для того Чтобы Утешиться С ними Не надо Представлять Не обязательно Сам Гнязь Я же говорю Вот это еще Со старых времен Почему я сказал Что в некоторых Селениях До последних Времен Примерно было Что Вот как Дева Если не Нашла Суженого Ряжина Что она могла Выбрать Кого-то Из достойных Но это точно Так же Как бы Имела Не Не уровень Разврата Или еще что-то А это было Четко определено Как это выглядит Как это делается Поэтому Тут не вопрос Что там Князь получает Это право Потому что Вот этот момент Как бы Власти князей Он же Не Власть князей Была не самая Вышняя все-таки Основное слово Во всех этих Событиях Всегда Оставалось Достаточно До Долгого Времени За ведущими За волхвами За ведунами Которые Все правильно Я просто Я не закончил Просто видимо Я то ли Не умею мысли формировать То ли Еще что-то То ли Лыжи просто не едут Вот смотри Какая ситуация Я сказал Что князь Обязан был Со своей дружиной Содержать Жен Погибших Дружинников Что дальше Происходит Это уже на усмотрение Во-первых Самих жен И тех Кто Вообще Их содержит Ни в коем случае Это не означало Что сейчас Там должен был Устраиваться Какой-то разврат Или что-то еще Ни в коем случае Об этом вообще Разговора не шло Никогда И не могло идти Поэтому Не надо Представлений Какие-то Там себе В голову О том Что устраивались Какие-то Непотребные действия Задача Женщине Призвать Продолжить род Своего мужа Но если муж погиб От кого продолжать род Если женщина Считает Что у нее Достаточное количество Детей То в этом случае Продолжение рода Уже не требуется А если недостаточное Кто будет продолжать род И тогда Женщина могла Например Прийти к князю Как самого достойного Если она конечно видела в нем Самого достойного Или к воеводе Или к какому-то рачу И сказать Слушай Вот такая ситуация Или к брату К его И сказать Что вот такая ситуация Брат твой погиб А мне нужно род Продолжить его И тут уже Были варианты какие Или она остается Жить например Под управлением И покровом князя В княжей дружине Ну вот В его Месте Где он живет Или же И идти в семью Своего брата Или идти в семью Своего отца Вернуться Здесь перед женщиной Открывались ворота Это означало Чтобы плетью Всех сгоняли В какое-то место Представляете Не узко Что вы услышали Какое-то слово И сразу вот Сказали вот только так Представляете Более широко Потому что Не было на Руси Ни рабства Не было на Руси Какого-то принуждения Делалось все Ради рода Ради продолжения Рода нашего Ради того Чтобы не нарушая канона Все жили в ладу С природы И по совести А не в разрате Как это некоторые Могут себе представить Дальше Следующий вопрос Поступил Пока мы общались Скажите, пожалуйста А правда Что веды объявили Экстремистскую литературу Да, правда Так, дальше И теперь, кстати Там уже появились Радостные такие возгласы О, наконец-то Это псевдо-русскую Псевдо-славянскую литературу Там запретили И пишут те, кто Пишут Ну, себя Преподносят Как Люди Славяне То есть Славянские имена И так далее Друзья Дело в том, что Мы уже неоднократно Говорили в своих передачах Запретившие веды Теперь можно запретить Любой символ И любое слово Любую фразу Которая присутствует В этом сборнике И теперь Любой символ Славянский Попадает Под запрет Так что Вы будете радоваться Тогда, когда К вам будут подходить И говорить А что это тут у тебя Изображено Дорогой друг-товарищ А что это ты делаешь В этом месте Где у тебя Стоят эти деревянные Извояния С какими-то Непонятными Там Изображениями И тогда будут Приходить Просто-напросто Разрушать Спиливать Сжигать И так далее И тому подобное Поэтому Рано радуйтесь Как бы по вам Потом кувалды Не ударили И когда здесь Поднимались Вопросы о том Что защищать веды Это не то, что Все тут приверженцы Вдруг славяно-арийских вед Или каких-то других вед Нет Это просто Здравомыслящие люди Пришли Сказали Запрещать будут Скопом Все И наконец-то Запретили А вот теперь Глазки видели Что ручки брали Так вот Пускай ротик кушает Пока вы не повылазите Алексей Ты уже ответил На вопрос Что же такое Девичья краса Тут Нет двусмысленности Берегите красоту Смол Девицы Девичья краса Действенность Ухаря забирает Девичьи красоту Удалой Уговаривающая Девушку Для ухаря Ух ты Какие повороты Миколаевич написал Так Уд Это детородный орган А почему еврейское Еврейское Скопчик их написано Уд Что удилище Тоже придумали евреи Как-то Не понял я Удовольствие Удовлетворение Это что Тоже все Инородные слова Так Хорошо Удаль Опять же Так вот Интересные Я даже не комментирую Просто опишу Насколько мне Единственная красота Это женский Половой орган А уда Мужской Но почему сразу Еврейское Вполне себе Русское Красота Краса Влеклась Рассвет Сияние К Союз Все вместе Союз Света Блеклого Ухарь Харя Это такое Стояние Неблагое Соответственно Возле Все Вместо Возле Харя Так Это нужно по буквице Разбирать Лет пять назад Калаврат Про это Рассказывал Краса С Двумя С Вот Вот Пошли уже Такие Интересные Умозаключения Что-то Не слышал У него такого И так далее Да Вдовы Не бросались Их родичи Содержали А не князь Еще раз говорю Ратник Если Это был Радович Просто Который погиб То в этом случае В первую очередь Брала его На попечение Рот Из которой он вышел Или куда она пришла Эта женщина В первую очередь Куда пришла Вторую очередь Если там не могли То брал Тот рот Откуда она вышла А если не могли И те другие То брала на себя община Если же Радович был Не просто Радович А был княжей дружине То по всем правилам Князь и княжья дружина Должны были содержать Их Вот о чем идет речь Я же сказал Князи Слово князь Ключевое прозвучало А не просто погиб Какой-то мужик Пошел в лес Ну так у нас И слово князь Само по себе Что значит Кон язы Тот который Озвучивает Правила кона Вот как оно По первому принципу Было Высший управленец Но Есть носители Кона Ведающие А как бы В народе Среди родов Тот кто выбор Выбран был За благость рода За умение За понимание Он князем назначался А не То что было потом Именно так Князь Князь Несущий Дающий В каком-то месте Вот На данном месте Он ясно разъясняющий Ясно понимающий Тот который Четко осознает Что такое кон А конунг Тот который Куда-то Приносит Переносит И так далее Накануне Еще не случилось Но уже Понятно Что оно произойдет То есть Варианты кона Они присутствуют В наших словах И поэтому Князь Это не то что по роду переходило А князь Это правильно Это Самый достойный Из достойных Который знал Который ведал Который мог донести И содержать А не просто так Сидящий Сидящий на коне А что у нас коней Что ли было мало Любой заберет Скажет я князь В общем здесь Вопросов много Ну смотрите Очень интересно Здесь дальше Что пишут Странно посмотрел Сообщение Что-то нигде Не заметил Чтобы кто-то Радился запрету Вед Дело плохое Да слезами Тоже делаю А не здесь Я не говорю Что в этом чате Я просто говорю Что уже такие Встречаются Писания Что ну наконец Там С этой ересью Закончили Дальше Заряжай положительный Грегор Это наверное мне Какой Грегор Уточни Буду заряжать Если это наш Грегор Так дальше Уды Об этом Данилов Говорил Краса Родом данная Внешность Эталон Как и так далее Ух Ух Если Тактовка Так Маска У человека Так Алексей Ты На нас Не наговаривай Или ты Может Мое сообщение Воспринял За радость Я сказал Что в другом чате Такие уже В других чатах Появились Вконтакте В одноклассниках Где только уже Не появились Так Удовольствие Давать волю Уду Еще Клаврат говорил Что тут непонятно Мне нравится Когда я приводил пример Две женщины Как-то я стою на остановке Я чуть там не упал Ждал что-то такое Автобус Стою Она говорит С таким удовольствием Борщица вчера похлебала Представил Как она все это делала Но поскольку Скорее всего Судя по ней У нее этого предмета не было Чем она Сказала Что хлебала Значит она кого-то Должна была Рядом подозвать Чтобы помогли Похлебать В общем здесь Целая такая Картина маслом Была изображена Ну вот такой у меня Извините Воспаленный мозг Ну что ж Разобрались Да Что такое Удалец Что такое Удалой Что такое ухарь Ну Харь Харь Это твердая Такая сила Которая существует Харь Это когда В какую-то силу Кто-то впрягся И вот у него изображение Там говорит Ну у тебя их харят Да То есть он пробивающий Это Харь одевать на себя могли То есть это все вот отсюда То есть в какое ты ввязываешься Дело Какую силу Ты на себя Облекаешь Такую харю На себя тоже одеваешь То есть здесь Все очень интересно Есть у нас Есть у нас хара Слово Да Есть хара Тоже отсюда То есть сила То что вот То что тебе существует Или то что ты готов С себя принять И так далее Ну а краса Все правильно И так далее В зависимости от того Как опять же Это писалось Ну что ж Разобрались Молодцы Такой мозговой шторм Хороший Сделали Провели Музыкальные паузы Давайте возвращаться Теперь к нашим Вопросам Так Прокручиваю к началу Вопрос Про красоту Разобрались Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Здравия сурьер Почему По твоему мнению В славянских сказках Былинах А также преданиях О сынах Тора Многомудрого Стара Винга Одина Описано в ведах Старшие Первородные сыны В коих Вся сила Генофонда Рода Не могут выполнить Поручения от Отца Царей И так далее А младшие Решают все проблемы Не просто так же Я думаю Представители Темных сил Во все времена Пытались уничтожить Первенцев Врагов своих Поясни В чем Несостыковка Благодарю Очень много слов Я читал И старшую Эду И младшую И деяния Героя Севера Сейчас Не Наверное Не вспомню Не соображу Там все Просто Напомню Было Три сына Которые Здесь Опоминаются Вот И Занимок Отец Он уже Прожил Не первый Круг жизни Занимок И Говорит Стар я стал И Вызываются Сыны По очереди Идти За Сурицей Которую Егиня Матушка Варила В своем Скуфе Для того Чтобы Сурице Отцу Помочь И Сначала Пошел Один Сын Не вернулся Пока Сколько Времени Прошло По Луне Потом Второй Сын Пошел Тоже Не вернулся Ну и Тогда Младший Сын Собирается Один И Говорит Я Пойду Найду Старый Винго И Сурицу Для тебя Принесу И он Приходит К этому Скуфу Где Егиня Матушка Варит Свою Сурию И Говорит Что Вот так И так Она Говорит Без проблем Вот пожалуйста Бери Только Знай Что Первая Чаша Дает Тебе Вот это Молодость Вторая Тебе Радость Дает А третью Не пей И так далее Говорит Потому что Здесь Два молодца Приходили Они Не удержались Выпили Третью И он Как Яко Овчие Там Потому что Да Естественно Как Первенца Считалось Что По старым Что он Наследует По большому счету И землю Там Бывали Как бы Разные Обычаи Что Передавалось Все первенцу И Остальные Уходили Как бы В отруба По Нашему Обычаю Поэтому Первый Тот Кто пришел От предков Ему Собственно Говоря Было И Все Переносилось А так Что Конкретно В этой В легенде Ты уже Когда Начал Я вспомнил Ее До конца Не знаю Тут Я не Скажу Однозначно Что человек Может быть Все хотел услышать Или у него Какая-то Своя мысль Есть Алексей У тебя Если есть Я бы Послушал Ну Наверное Здесь Он хотел Уточнить А почему В сказках Мы даже Не к этой Легенде А просто Так абстрактно Почему Во многих Сказках Преданиях Именно Младший Сын Спасает Все Дело Почему Старшие Оказываются Не в самой Лучшей Форме Скажем так Морально Эстетической Не облика Морали И постоянно Поддаются На какие-то Уловки А именно Младший Сын Выходит Из ситуации Он И девицу Спасает Он И молодильные Яблоки Приносит Он И вот эти Две чаши Приносит Своему отцу И так далее И тому подобное А старший Как-то себя Проявляет Нехорошо Не знаю У меня нет Однозначного Ответа Как бы Толкования Какого-то А давайте Мы этот вопрос Зададим Нашим радиослушателям Вы как думаете Почему Вот во многих Сказках Присутствует Именно Младший Сын И как Он Давайте Младший Сын Называется Может быть Подсказку Такую Я дам Вопрос В эфир От Владимира Измытич Сурияр Я считаю Что у человека Есть шанс Преодолеть Смерть Во время Своей жизни Другие Считают Что у человека Есть шанс Продолжить Существование После смерти Какова Твоя Во время Жизни Да Во время Своей Жизни Либо Это самое Либо Продолжить Существование После смерти Ну Сама По себе Сам по себе Родовой Обычай Он нас Вполне Однозначно Говорит И собственно Горя Мой опыт Мне это Точно так же Подтверждает Что Наши Мы находимся В вечном Коловращении Жизни И смерти До Там Того Момента Как Не достигнем Видимо Определенного Уровня События По праве Чтобы нам Уже не было Необходимости А Он имеет Свиду Воплощаться Скажем так В плоти Приходить сюда А стать Уже именно Со светлыми Предками Родными Богами По праве В единстве С ними Править В данном Случае Созидать Мир Яви И Нави В хорошем Состоянии А то Что В течение Жизни Ты можешь Преодолеть Смерть Ну Потенциально Да Я Так Подозреваю Что человек Имел ввиду Можно ли Добиться Бессмертия То есть Не Изменять Смену Мерности И там Пребывать В этом Теле Какое-то Достаточно Долгое Время Может быть Неограниченное Ну По Моему Опыту И потому Что Как Сказать По Не по Родоволению А по Родовому Преданию Не моему А в целом По Славянскому По русскому Передану Что были люди Которые Жили По 300 лет Были люди Которые Жили По 500 лет И Была ли В этом Какая-то Особая Необходимость Кроме Сохранения Родовой Памяти Может быть И нет Но Возможность Такая Была А то Что Преодолеть Смерть В В Одной Жизни И Стать Бессмертным Ну И сохранить Своё Тело Здесь В этой Яве Ну Я Думаю Что это Возможно Там Определённые Практики Определённые Как бы Упражнения По этому Поводу И переданы И в общем-то Мы их знаем Просто Всем ли Удаётся Или Много ли Кому Удаётся Добиться Этого Не знаю Но Я перед собой Подобную задачу Не ставлю Почему Потому что Вот этот Элемент Пребывания Вечности И Чёткая Осознанность В этом Движении У меня Есть Поэтому Я так Как В коло Вращении Пребываю И Какие-то Скажем Элементы Прошлых Своих Бытийности В мире Яве Я помню Поэтому У меня В этом плане Нет Ни Как бы Страха Или там Какого-то Какой-то Особой Заботы По смене Мирности Когда она Пройдёт Я в общем-то Отправлюсь Когда Наступит Время Вопрос Такой Что Чем более Ты Осознан Чем более Ты Пребываешь В свете Праведность Тем больше Возможности У тебя И на будущее Воплощение И тем больше Возможности Сохранить Как бы Навыки И память Вот Почему Необходимо И обрядовый Духовный И прочей Практикой Заниматься Этого Тоже Однозначно Совершено Алексей Хорошо Здесь идут У нас Во-первых Я хочу Владимир Замитич Спросить Владимир А зачем Человеку Жить вечно На этой земле Можешь дать ответ Вот представь себе Бесконечно Живёшь В одном и том же Пространстве В одном и том же Измерении И Отметаешь Отметаешь Более Интересные Развития Событий В других Мирах Где намного Больше Измерений Намного Больше Возможностей Намного Больше Приключений Просто вопрос А для чего На этой Земле Существовать Бесконечно Так вот Не буду я От себя Ничего Говорить Просто Задам вопрос А по поводу Смерти Ну и так же Есть Такое Простое Высказание Что смерть Своей Вы не видите А наблюдаете В окружении Вот и всё Так что Видите Много чего Сказано Так Дальше Следующий Вопрос А вот Пишут Про Трёх Братьев Там и так далее Дело в том Что младший Сын Это Иван Дурак В русских Сказках Иван Дурак Тоже Ещё Ну а дальше Хорошо Ну Иван Дурак И что дальше Давайте дальше Тему развивать Следующий вопрос Я могу конечно Развить Как Иван Дурак Если Мы подразумеваем Нет подожди Это уже всё Это вопрос Уже к радиослушателям Ушёл Мы дальше Продолжаем Дальше Вопрос в эфир Крепко Здравия Сурьер Насколько важно Физическое очищение Помимо духовного И их Взаимодействия Взаимосвязь Насколько Это важно В поднятии По золотому пути Просто Не очень Как бы Понимаю Что человек Подразумевает Под физическим Очищением Алексей Может ты Видишь Ну и физическое тело И оно должно Наверное Соответствовать Духовному Как бы Чисто Само по себе Как говорится Это предки На самом деле Заповедали По Тем Историческим Источникам Которые нам Доступны Истори Переданы Что предки Наши Да И бани Имели Само И приходя На новую землю Первым делом Ставили именно Баню Для того Чтобы тело Своё Держать Чистоте По сути Кроме Как Внешних Каких-то Дел Условно Пыли Грязи Или что-то Ещё Мы своё тело Особо и не мараем При условии Что мы Не принимаем Какие-то Разрушительные Продукты В себя Вместо еды Или там Что-то ещё Такое Это Один вопрос А духовное Очищение Это Тоже Одна из Основных Позиций Просто Опять же Тут Ещё Если тебе Несложно Перечитаю Ещё раз Вопрос Хорошо Насколько Важно Физическое Очищение Помимо Духовного И их Взаимодействия Взаимосвязь Насколько Это важно Понятие Поднятие По золотому Пути Да Поднятие По золотому Пути Ну Просто По физическому Очищению Либо я Не очень Понял Вопрос Либо Как У меня Такое Подозрение Человек Может быть Что-то Другое Имел Ввиду Это Мои Домысли Духовный И физический Смысл Такой Что Мы Есть Кто Тело Душа Дух Значит Тело Оно Производное Нашего Духа Это Совершенно Чётко Надо Понимать Поэтому Чем Выше Чище Наш Дух Тем Больше Возможно Возможности В правильном Состоянии Содержать Наше Тело Прививали Эту Типа Здоровом Теле Здоровый Дух Но Наиболее Верно Краз И Обратная Позиция Со Здоровым Духом И тело Будет Правильно И здорово И Вот Это Взаимодействие Оно Очень Важно Потому Что Если Вы Разрушаете Тело Тело В данном Случа Это Возможность Для души Как бы Определенная Антенна Проявлять Дух Соответственно Тело Разрушается И Возможность Вашего Восприятия Поднятия Там Движения По Золотому Пути Не Очень Понимаю Что Конкретно Под Этим Пермином Вы Подразумеваете Но Предполагаю Что Духовное Развитие Это Очень Важно Что Тело Должно Быть Справно Здорово И Чисто А Мысль Точно Так же Справна И Чисто И Вот В таком Ключе В таком Состоянии Вы Можете Восходить Постепенно По Золотому Пути Наверное Так Хорошо Данил В сказках Руси Младший сын Иван Дурак Михаил Дальше Пишет То есть Просветленный Человек Не пользующийся Умом Дальше У старинушки Три сына Старший Умный Был Детина Средний Сын Так и сяк Младший Вовсе Был Дурак Наталья Написала Так Дальше Михаил Младший Умел Упорядочить Пространство Считать Необходимую Информацию Договариваться Найти Причину Так Михаил Дальше Данил Пишет Михаил Но пользуйся Сверхразумом В общем На ты С Всевышним Так Евгений Николаевич Мне кажется Что связано С законами Эрита Младший Сын В семье Всегда Остается С родителями Ингер Ко мне Как-то Подошли Свидетели Иеговы С таким Вопросом А хотите Жить Вечно Когда Я ответил А зачем Они Как-то Даже Замялись Хорошо Дальше Следующий вопрос Геннадий Из Твери Вопрос в эфир А как Проводить Правильно Обряды С чего Правильно Начинать Если в моем Городе Кроме себя Я никого Из приверженцев Веры Предков Не знаю Какой город Там не написано Ну Написано Геннадий Из Твери А Твери Да Ну В Твери Как бы Почему-то Никак В самой Твери Ни одной Общины Не знаю Там есть Люди Которые Приезжали Потому что Там В Оржеве Община была Вот они ездили Туда Сотворили А говорят Ну Тверь Не так далеко От Москвы Если там Не сложно Просто Выбирайте Какое-то время Для праздника И Найдите Какое-то Из объединений Славянских Которые Праздники Проводят И вовремя К ним Попадете На праздник С одной стороны А с другой стороны Если вы Приверженец Ну Не навязывая С одной стороны Никому Разносите Слово Доброе По сторонам Я думаю Что Людей Все-таки Твери Там Сколько Четырехсот По-моему Там Тысяч Населения Я думаю Что Наверняка Там люди Должны Просто Они друг друга Не знают Надо искать Вот А сам по себе Обряд Ну Обратитесь Подскажем Расскажем Поможем Запустим Хорошо Музыкальная пауза У нас После Трех с небольшим Минут Мы вернемся В студию И будем Дальше Разбирать Вопросы От наших Радиослушателей В эфире Народная Славянская Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 25 февраля 2016 года Четверг По одному Из старинных 35 день Месяца Юг и Стужа 7524 Лето Понедельник Понятие Родового Обыча Нашей Исконной Веры Главный Сведущий Сурияр Итак Почему По твоему Мнению Славянских Сказках Былиных А также А ну Тот вопрос Который Про дурака Разбирали Поясни В чем Нестыковка Да никакой Нестыковки Нет Дело в том Что многие Сказки Ну давайте Я сначала Наталья Зачитаю Дурак Сказках Часто Представляется В образе Лежащего На печи А печь В свою очередь Это образ Матери Оберегающая Печка Матушка Дураку Не нужно было Особо утруждать В каких Лишних Действиях Он как Всегда Находился Он и так Всегда Находился Под защитой И в самый Нужный момент На его пути Появлялись Помощники Так Всего здесь Хорошего Было написано Дело в том Что Наши сказки Они не просто Сказки Это некие Притчи Поучительные Сказки делятся На несколько уровней Первый уровень Для самых маленьких Где просто Рассказываются Общие образы Вкладываются Потом для раскрытия То есть заложили Зерна посеяли И они со временем Растут вместе с человеком Как познает человек мир Эти зерна раскрываются По-новому И уже к 40-50 годам Когда человек Достигает мудрости Он эти зерна уже Не просто уже Зерна держит Он уже держит Плоды От пророчных От зерна Зрошенной пшеницы Грубо говоря И полученных уже Новых зерна И он уже Заново их сеет Поэтому Это первый уровень Второй уровень Когда эти зерна Проросшие Они дают уже Понимание Как жить на этом свете Третий уровень Там раскрывается Второй слой мудрости Третий уровень Когда появляются Свои дети Когда уже С ними начинаешь Говорить И от них учиться И так далее И тому подобное Поэтому любая сказка Изначально Она идет как притча Которая говорит Вот были Неважно Первородный ты ребенок Или старший ты ребенок Главное Если у тебя тяма в голове Масло вообще Какое у тебя там Да? Залито Вот Может быть конь проходил Там что-то навалил Тебя туда Вместо мозгов А может быть Все нормально Так вот Поэтому в любой сказке Говорится Даже если Младший сын Даже если Его называют Несмышлеженшем Даже если Называют его Дураком А дурак Как правильно здесь Говорилось Имеет более древнее Представление О том Что это Человек способный Много что другое Понимать Который не живет Умом В первую очередь А ум И разум И ум Отличаются Тем Разум Это то Что позволяет Человеку Разуметь этот мир Получать информацию А ум Это вычислительная машина Которая позволяет Устаканить эту информацию Упорядочить эту информацию И использовать ее в жизни То есть умение Умеешь это делать Да умею Умеешь это делать Да Но прежде Ты должен разуметь Чтобы это умение В себе Машина Как-то Приняла И По полочкам разложила И дальше Ты стал хорошим плотником Хорошим кузнецом Или кем-то еще хорошим То есть умельцем Вот это ум А разум Тот который постигает Вот если убрать разум То тогда человек Становится каким-то роботом Умеющим что-либо делать И не более того Вот Иванушка дурачок Или просто Иван дурак Или Иван царевич Который там Самый младший Или кто-то еще Они разумели этот мир Но еще у них не было Знания Опыта Почему его всегда обманывали Почему он попадал В какие-то страшные ситуации Но всегда выходил из них Потому что он разумел Этот мир Потому что он умел Напрямую получать информацию А потом уже Он получил ум Когда он в конце сказки Приходил с результатом То есть с умом А старшие братья Они Грубо говоря Не связывались с разумением Этого мира Ну по сказкам Они сразу жили умом Поэтому они жили практично И они не могли найти выход Из сложной ситуации Поэтому они попадали В просаг изначально Изначально Они тянулись Как щука На блесну Дергается И потом на берегу Оказывается В ухе потом плавает Варится Вот так же старшие братья Они практично подходили К этому миру И свой ум Используют Как учительная машина Надо пойти сюда Направо Для того Чтобы быть женатым Надо пойти налево Чтобы коня не потерять А Иван дурак Ну что ему направо ходить Зачем налево ходить Он идет прямо Он теряет то и другое Но при этом Приобретает больше Вот в этом и заключается Умность Разумность Вернее Наших древних сказок Недостаточно жить умом Необходимо еще быть В правильном смысле Дураком Для того чтобы этот мир Правильно познавать То есть пустой стакан Наливать знания И потом уже Их превращать в умения Вот на мой взгляд Здесь вот такая Потайная Интересная Конва скрывается Сурьер Уточни пожалуйста От себя что-нибудь Ну по большому счету Тут особо Дополнить нечего Просто надо понимать Что Вот тот момент Разницы Да Когда Перестали воспринимать По сути дурак Это человек Обладающий даром Чистого Непосредственного Восприятия мира Вот что такое Потенциально Да Это ведун Почему Слово И по сути дурак Это человек Постигающий Неведомое И пытающийся В этом направлении Находиться Но люди Как ты говоришь Практичные Живущие Правильными ходами И ходящие Вроде бы Правильными дорогами Они В конце концов Вот Как то что мы О чем сегодня Говорили Небеса И Правила Которые Заповедует Нам правь Они Как бы Пускают Немного Мимо Своего Восприятия И Все свое Бытие Они ограничивают Вот этими Первыми небесами По большому счету То что они Видят То что они Могут Пощупать Потрогать Руками И где Могут Для себя Найти Какую-то Выгоду Выгода В данном случае Неплохое Слово Но Имеется Ввиду Что Они Не прикладывая Каких-то усилий Работая над собой Они Не беспокоятся О том Чтобы Постичь Больше А Как мы Говорим Смысл Нашей Нашего Обыча Родового Нашей Традиции В том Что Человек Мог Развиваться Именно В свете Именно В духе И в тот Момент Когда Во многих Родах Вот это Понятие Дурак Стало Нарицательное То есть Человек Вместо того Чтобы Условно Просто Пахать Землю И ходить В лес Рубить Дрова Задумывался О чем-то Горнем И Это стало Уже Не Как бы Неким Позитивным Началом Потому что Человек Выпадал Может быть На время Постижения Из каких-то Бытовых Событий Которые Мы его Пытались Привлечь Почему И Слово Имевшее Под собой Некий Более Глубокий Цельный Смысл Любой Поучающийся Приходящий Был задан Он Не Не До Конца Понятен Если Был Элемент Что Да Младший Уже Носил Потому что Не во всех Сказках Младший Сын Обозначается Как дурак Просто Как Некое Деяние Он совершает Но Дураком Далеко Не всегда Хотя Многие Сказки Именно так Начинают Старший Умный Был Детина Средний Был И так И сяко А младший Вовсе Был Дурак Выпавший Из Обычного Мировосприятия Находящийся Где-то Немножко За пределами Обычного Хода Вот так Примерно Хорошо Мне здесь уточняют Передача 23 февраля Будет Значит Хочу ответить Что 23 февраля У нас была Запланирована Передача С Вячеславом Михайловичем Броником Бессмертный полк Энергия предков Но так Получилось Что в этот День Ни Вячеслав Михайлович Ни его помощники Не ответили Ни в скайпе Ни на телефонные звонки Я звонил Несколько раз До эфира И во время эфира Так что Было принято решение Провести Самолично Эфир И ответить На те вопросы Которые уже В эфире Появили В чате Появились На время эфира Там были Очень интересные вопросы И мы общались Около часа И потом В дальнейшем Решил эту передачу Выложить Она уже Проподготовлена Сейчас будет Скомпилировано Видео в Ютубе И как только Ютуб появится Эта передача Будет выложена В доступности 22 число Уже передача готова Значит По 23 отметил А будет ли Эфир с Вячеславом Михайловичем Бронниковым Не знаю Потому что Ни он Никто из его помощников Даже на мои письма Которые были отправлены По e-mail Ответа не дали Так что Вот Не хочу ничего додумывать Ни за кого Просто говорю То как оно есть Надеюсь Что ответ на вопрос Я дал Дальше Следующий вопрос Переходим Вопросы по теме Так Вопрос из двух Вопрос состоит От Антона Сурьяр Ты прошел Обучение В Асгарде У Патера Нет Нет Второй вопрос Можешь не отвечать Не только В Асгарде У Патера Это дают знания Есть еще Достаточно Много Мест Где Знания И ведания Можно получить Скажем так Ну в данный В данном случае Вопрос был Именно Про Асгарское Училище А вторая часть Вопроса Я считаю На нее Отвечать Наверное Не стоит Потому что Она связана А есть ли возможность Еще проходить Заочное обучение Так вот Друзья мои Пока вот эти все Уголовные дела Проходят Говорить В открытой О каком-то Возможности Невозможности Это все равно Что Говорить Товарищи Спецслужбы Товарищи Следователи Давайте-ка Вот Обратите внимание На то Что сказано В эфире Пришлите Пожалуйста К делу И давайте Дальше Упорно Будем копать И разбираться Поэтому Я думаю Что такие вопросы Мы рассматривать Дальше не будем Следующий вопрос От Дайна Здравия Следующим Сурьяр Были уже Документально Оформлены словарь Круга ведущих Который Позволит Убрать Большую часть Ненужных слов Начать более Целенаправленно Строить свой мир Мир нашего Родового Искона Насколько Есть Или будет Догматичен Этот словарь Благодарю за ответ Ну Тут Словарь Да Большей частью Наверное Утвержден Уже Потому что Всем Кто Вколоведующих И Вообще Сведущих Людей Потому что Круг Сведущих Людей Он шире В большей степени Он Разослан И От них Сейчас Собирается Скажем Обратная связь По большому счету И Когда Он будет Проявлен В том виде Да Потому что Так как У нас Несколько Славянских Русских Объединений В родовом Обычае Идущих Я не имею Ввиду Конкретно Того Родового Искона Которым Носителем Которого Появляюсь Я Вот Чтобы Не было Как Алексей Сказал А вот У вас Там Что-то Не так А вот У вас Что-то Не так Потому что Не хотелось Бы Условно Правильное Дело Начинать С ненужной Братьбы Поэтому Никто Особо Не спешит С одной Стороны А с другой Стороны Необходимость Вот в этом Своем Внутреннем Словаре Она Назрела Безусловно И А насчет Догматичности Ну Условно Если Мы Под Словом Солнце Поднимаем Солнце То это Наверное Не догмат Мы И В таком же Ключе Должны Слова И строятся Почему Потому что Каждому Слову Должно Быть Достаточно Четкое Пояснение Которое Позволяет Понять В чем Заключается Его образ И Это пояснение По моему Мнению Оно Должно Безусловно Приближать К истотному К изначальному Смыслу Этого Образа Поэтому Тут не вопрос В догмате А В уровне В качестве Нашего Общего Миропонимания Так Согласен С тобой Так Дальше Миколаевич Печальная Ситуация С Бронниковым Знаешь Я не знаю Насколько Печально Не печально Как я могу Говорить За другого Человека Насколько Там печально Не печально Я всего лишь На все Сказал Что было Принято Решение Ну Если не пришел Человек Надо как-то Было Восполнить Это И Я просто-напросто Решил Отвечать На вопросы С своей точки Зрения Как я их вижу А не с точки Зрения Бронникова Вот Придет Не придет Будет Не будет Я тоже Ответить Не могу Как и печально Не печально Вот А получилась Передача Или не получилась Ты можешь Спросить Чучетлан Наших Уважаемых Кто в чате Находится Удался ли Ответ Ну Удалась Передача Или по вопросам Которые были Адресованы По бессмертному Нашему полку Или не удалась Вот просто Как бы Получить Задать вопрос Стоит ли слушать Или не стоит Слушать Если напишут Стоит То слушай Если напишут Не стоит То слушай Хотя в другом случае Сам принимай Решение Слушать Не слушать Так Продолжаем дальше Следующий вопрос Вопрос эфира Владимира из Калуги Здравия Сурьяр Как пытаться жить Согласно родовым традициям Если Развелся Лет 10 Назад Оказался Не принцем Ее мечты По натуре Однолюб Последний Мужик в роду С 44 лет От роду И Из детей Только дочь 18 лет Особо Желающих Жены Нет Тем более Желающих Родить Ну и Прочее Вопрос Как жить Когда вот Такие Сложности Накопились Как пытаться Жить Согласно Родовым традициям Ну То Вот сегодня Мы Задевали Этот Вопрос Во-первых И жен Многих Или Других Касались И То Как Нам Надо Жить Или К чему Стремиться Потенциально Потому Что С С женой Со своей Вы Разошлись Не знаю Удалось Ли Устроить Счастливо Свою Личную Жизнь Или Нет Потому Что Сейчас Огромное Количество Семей Где Вот Произошел Развод Разлад И Они Точно Так же И повисли Не смогли Дальше Выстроить Своё Событие Друг С другом И С кем-то Ещё Вопрос В чём Потому Что Если Вы Придерживаетесь Сами Родового Обычия Ну По мере По крайней мере Своего Понимания То Как Нам из ревле Сказано То Муж Да Жена Единой Веры Должны Быть Вот И По сути Если Я понимаю Что Когда Вы Сходились Своей Женой Скорее Всего У вас Там Словно Были Розовые Очки Но Не В плохом Смысле У Всех Юноков Юниц В отношении Друг Друга Розовые Очки Обусловленные Это Не Особым Каким-то Весёлым Складом Характером А Большей Частью Гормональным Фоном Потому Что У Молодых Людей Есть Тяга Друг К другу Обусловленная Именно Природной Необходимостью Продолжения Жизни Это Это Один Вопрос Другой Вопрос Что Да Вы Сходились У вас Там Сейчас Какое-то Понимание Наверняка На тот Момент Вообще Не Было Никакого Понимания Как Строить Свою Жизнь И Как Там Пытаться Выбирать Себе Супругу Жену По Тем Или иным Критериям Потому Что Раньше С одной Стороны Был Какой-то Устой В деревнях Селениях По Которым Определяли Ну И С другой Стороны Если люди Были С одной Деревни То Основы Миропонимания У них Как правило Сходились И Поэтому Особых Расхождений В общей жизни Не было Никаких Соответственно Не было Разводов И не было Вот этой Ядовитой Отравляющей Все Практически Наше бытие Во многом Этой Информационной Атаки Информационной Отравы Которая Со всех сторон Льется И в общем-то Разлагает И наших Жен И наших Детей Поэтому Мы В этом плане Должны быть Очень четкие В своем Понимании Чтобы Хотя бы Малую Свою Ячейку Удержать А потенциально Да Мы естественно Должны Выстраивать Общины А именно Только Община В состоянии Держать И информационный Потенциал И экономический И собственно Гряжить Согласно Родовому Искому Как вам Выстраивать Дальше Свою жизнь Ну тут Советов Можно дать Много И ни один Он не будет Однозначно Верным Более-менее Близкий Я как Так как Люди Ко мне Достаточно Часто С подобными Вопросами Обращаются И определенный Уже Уровень Понимания В людях Я вижу Вам По возможности Надо стараться Искать Женщину Которая Сможет Разделить Ваше Мировосприятие Которая Собственно Говоря В большей Или в меньшей Степени Лучше В большей Будет С вами В единой Вере В едином Миропонимании Потому что Если вы Как-то Просто Выберите Женщину Что она Женщина Значит Вот этот Момент Который Вы не Сошлись Со своей Предыдущей Женой В миропонимании Он повторится Точно так И это Ключевая Позиция Вот здесь Совет Практически Однозначно Наверное Вот так Как-то Общался С одним Человеком Он говорит Ты знаешь Говорит Я в молодости Был очень застенчивым Человеком И ни одна девушка На меня не смотрела Мне хотелось Так вот Семью Хотелось Чтобы Дети у меня были Потому что У меня хороший пример Моих братьев И мамы с папой И все Замечательно хорошо Но это не получалось Слишком застенчивый Я был Такое вот Воспитание Один раз я пришел К бабушке И стал говорить С ней Слушай бабуль Ну вот Расскажи мне Как вообще К девчонкам-то Подъезжать На какой хромой Казета Расскажи Ты все-таки Женщина Опыт у тебя большой Нас всех нянчила Она говорит Да не надо Никакой девчонке Никакой бабе Подъезжать Никакой хромой Кобыле Никакой хромой Козе Просто говори Будь мужчиной Будь мужем По чину И все тогда Будет как нужно И тогда Вокруг тебя Будут виться Ты будешь уже Выбирать Какая из них Достойна тебя Но если ты сам Не достоин Ни одной из них Если сам ты Себя как мужчина Не проявляешь И вот тут Мне говорят В голове Переворот произошел Я стал наблюдать За собой Как я говорю Что я делаю Какие мысли у меня Что я хочу В этой жизни Чего я добиваюсь Какими способами И как видишь У меня все нормально Теперь в жизни Все хорошо Так что просто Становитесь мужчинами Во всех смыслах Этого слова Так Дальше Следующий вопрос Сурьер От Виктора Насколько я понял Ты так же Ты так же Не рождение В родовой традиции Живешь Не с рождения В родовой традиции Живешь Как ты обретал Опыт жизни В родовой традиции Родовое общение Это к тому Что может помочь Другим в своем пути Ну Это как бы Вопрос Такой Он Не сиюсекундный Как бы На ходу Него не ответить Поэтому я может быть Попробую Кратенько Но если только Очень кратенько А то может Целую передачу Новую там развернем А то уже время 23 По Москве Начиналось Смысл такой Что Я не скажу Что я Не жил В родовой традиции Почему Потому что У меня Обе бабушки Деды На войне Погибли Я С самого Раннего возраста Буквально Практически С рождения Я все лето Проводил В деревне Так как По одной Из линий Бабушка Была в этой В традиции Она пребывала И собственно говоря Передавала Потому что Как там Потом уже Выяснилось Что Был Достаточно Серьезный Колдун А Ведающий Наверное Ну слово такое Потому что там Они использовали Другие слова Вот И он собственно говоря Был Зачинатель Рода Прародитель И вот Легенда о нем В той или иной степени Как бы Сохранялась И почему бабушка Была тоже Носителем Этой позиции Поэтому я не скажу Что я был Вне традиции Просто какие-то вещи Мне были Меньше понятные Какие-то больше Но в конце Не в конце Там постепенно Просто начал Какое-то свое Делание И там Не знаю Может быть Лет Двадцать Я уже достаточно Четко воспринимал Что Есть наша традиция Просто на тот момент Она нигде еще Никак Не была Означена И не было Ей Названия Как такового Есть наша традиция Есть Наш обычай И в общем-то Если она будет Восстановлена На нашей земле Я тогда Это уже понял Это будет хорошо Ну и соответственно Все мои действия С той поры Они были направлены На то Чтобы Постичь Познать По возможности Ну и утвердить Наш водовой обычай В целом Вот так Вот так вот Коротенько Сразу хочу сказать Всем Кто не присутствует В чате Что вы выпускаете Очень интересные Беседы и переписки Здесь так все здорово Так отлично Что самому завидно Что так редко Там бываю в чате И так редко Что-то пишу Ну что ж Все вопросы Мы с тобой озвучили На все вопросы Дали ответы Как могли Уж не ругайте Пианиста Он играет Как умеет В глаз Сигареткой Нам тыкать не надо Мы одноглазыми Джо Чикаго Не сыграем все равно Ну что ж Давай по заключению Что-то скажем Доброе Вечное Нашим друзьям Хорошо Ну Я Скажу Примерно То же самое Что говорю И всегда И на будущее Буду говорить Примерно То же самое Други Постигайте Основы Родового Обычия Постигайте Ведическое Миропонимание Это обязательное Условие Нашего правильного События Стремитесь К тому Чтобы Среди Вас Вокруг Вас Были люди Которые Разделяют С вами Это миропонимание Стремитесь К тому Чтобы В течение Какого-то Времени Вы могли Оказаться В общине Которая Будет жить Согласно Родовому Условию Потому что Если Это произойдет Значит Более Хорошее Будущее Будет И у вас И тем паче У ваших Детей Вот собственно Говоря Это я вам Хотел бы пожелать А для того Чтобы Набраться Немного Мудрости Ищите Людей Сведущих Хотя бы Которые Могут вам Какие-то Элементы Донести Переподать И Обращайтесь Как говорится Самое Простое Самое Доступное Для нас Самое Простое Доступное Для нас Сделание Это Обращение К родным Богам Нашим Светлым Предкам Вот это Делайте Каждый День И все В общем-то Устроится Благодарю Тебя За столь Хорошее Пожелание От себя Тоже Дополню Вот Многие Часто Говорят Да Какая Разница Какому Богу Молиться Какая Разница Какому Богу Обращаться Ну В этом Случа Какая Разница Вам Обращаться К своим Родителям Например Или К родителям Вашего Знакомого Папуаса Наверное Ваши Родители Ваши Бабушки Дедушки Они Более Заинтересованы В том Чтобы Вы Становились Разумным Человеком Чтобы У вас Было В жизни Все Хорошо Нежели Чем Родители Папуаса Которые Так же С такой Любовью Относятся К своему Ребенку К своему Потомству Поэтому Не надо Так просто Бросаться Словами О том Что Вот Нет Разницы Никакой Иногда Разница Есть Существенная Так что Подумайте Об этом Просто Напросто И Разберитесь Мы В своих Передачах К чему Вас Призываем Не Призываем Чтобы Вы Какую-то В одну Традицию Уперлись И Дальше Ни шагу Ни вправо Ни влево Не прыжок На месте Иначе Побег Нет Мы Даем Вам Возможность Разбираться В тех Знаниях Которые К нам По крупицам Стекаются За разных Мест То есть Народная Славянская Радио Это площадка Объединяющая Знания Где Маленькие Кристаллы Мудрости Сияют И Из которых Можно собрать Ту самую Цельную Картину Мира Альность Целую О которой Мы постоянно Говорим Где Можно Набраться Опыта И Отсеивая Может быть Что вам Не подходит Применить Этот опыт В жизни Своей практике Вот для этого Как раз И создано Это Народное Славянское Радио Естественно Если оно Народное То в этом Случа Я призываю Всех и Каждого Участвовать В эфирах Участвовать В создании Базы Песен Создание Базы Музыки Той Музыки Которая Нам Всем Свойственна Потому что Часто Приходится Слышать А вот Почему У вас Такое Звучит Вот Почему У вас Вот Это Звучит Я отвечаю Потому что Я не Семи руки Восьми глаз И Не успеваю Все делать Один Поэтому Если у вас Есть желание Создайте На облаке Майл.ру Есть такое Облако Майл.ру Оно Бесплатное Создайте Папочку Музыка И дальше В эту папочку Складывайте По файлам По папочкам Вернее Исполнителей Исполнитель Дядя Пупкин И там Внутри этой папочки Его произведения Исполнители Тетя Груня И там Ее произведения И так далее И потом Давайте ссылочку На эти папки И если музыка Устраивает По качеству По своему Звукоряду По направленности Нашей славянской По текстам В конце концов То в этом случае Эта музыка Рано или поздно Появится в эфире А иначе Вот честно говоря Критиковать Можно бесконечно Но любая критика Без помощи Это пустословие В наши дни Становитесь Хозяем На своей земле Хотя бы в малом Начните хоть что-то Малое делать Для себя Для окружающих Участвуйте В создании радио В очередной раз Вас призываю У нас очень много Эфиров выходит Где выступают Очень интересные люди Очень интересная информация И эти эфиры Требуются Ну я их обрабатываю Первично И наша команда Их подготавливает К выкладке Но необходимо Еще делать нарезки Трех-пятиминутные Если вы умеете Работать со звуком Саундфорш Например программа Или какая-то другая Нарезать умеете Ну так участвуйте в этом Давайте вливайтесь В нашу команду Хоть так Если у вас есть Какой-то дар Создания сайтов Можно переделать Наш сайт Чтобы сделать его Более Понятным Более доступным Более может быть Современным Пожалуйста Единственное Что мы вам сейчас Не гарантируем То что мы вам заплатим Потому что Ну вот С деньгами пока Не совсем все так гладко Как хотелось бы Вот это я вам гарантирую А все остальное Договоримся Как нам лучше Это сделать Ну если уж мы славяне Так давайте Делать мир лучше По нашим традициям Итак Напоминаю Что сегодня У нас 25 февраля 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 35 день месяца В юг Истужа 7524 Лето понедельник Мы говорили О понятиях Родового Обычия Нашей исконной Веры Главный Сурияр За что ему Низкий поклон За то что Более трех часов Потратил Своей жизни На Так вот Наше Скажем так Пробуждение И разъяснение Много чего Интересного Также благодарю Всех радиослушателей Также говорю Завидуйте Те кто не в чате Потому что Вы пустили Очень много Но это все По правилам Вы можете В чат войти На семья с вами Раскланиваюсь Желаю вам Всего самого Самого доброго До новых встреч Услышимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин